Здарова, друзья! Я долго думал, нужно ли мне вообще записывать это видео, тратить на это огромное количество времени и нервов. Ради чего? Ради 500 человек, которые его откроют и даже не дослушают до конца? Ну, такое себе. Но всё же я решил записать его в первую очередь для себя. Как вы знаете, я раньше часто такое делал. Плюс я действительно частенько могу переслушивать свои же старые подкасты и, ну как бы, вспоминать свою жизнь, вдохновляться теми прошедшими событиями и не только вдохновляться. Ведь YouTube это, по сути, моя основная социальная сеть. YouTube это часть моей жизни и моя история. На этом канале запечатлены все мои самые яркие и не очень моменты в жизни за последние 7 лет. Так что и этот тяжёлый жизненный период, который я переживаю прямо сейчас, всё-таки тоже нужно обязательно запечатлеть. Итак, это будет мой самый-самый большой подкаст. В нём я расскажу много всего околополитического, расскажу, как именно формировалась моя точка зрения на все сегодняшние события и причём тут BadComedian, от видоса которого у меня знатно подгорело ещё в 2013 году. Также я расскажу о том, как поддерживал и принимал активное участие в революции достоинства в 2014 году, как потом я возил волонтёрскую помощь военным, как я потом пришёл на YouTube, начал снимать видео и буквально за пару лет возненавидел до невозможности всё русское комьюнити и назвал его самым тупым, токсичным и конченным комьюнити в мире. Как я потом перестроил свой канал на зарубежный YouTube и практически полностью избавился от русской аудитории. Расскажу ещё, как я все эти годы относился к России, расскажу, почему это видео я записываю на русском, а все последующие, если такие будут, буду записывать на украинском. Ну и самое главное, я детально расскажу, как я пережил 75 дней оккупации во всех подробностях. Расскажу, как всё начиналось, что у нас в селе делали расисты, как они себя вели, что они делали, когда отступали и как я выбрался в Харьков. Ну и да, я расскажу о будущем этого канала, о том, как я его вижу и что я буду делать дальше. Этот подкаст, наверное, будет длиться часа два, если не больше. Так что для тех, кому интересны какие-то отдельные моменты, я расставлю тайминги в описании. И ещё советую вам повысить скорость воспроизведения этого видео, так будет намного лучше и быстрее. В общем, давайте начинать. Итак, история моей русофобии, которая на самом деле русофобией не является, началась в сентябре 2013 года. После невероятно тупого обзора BadComedian'а на замечательную игру Company of Heroes 2. До этого обзора, если честно, меня вообще не интересовала Россия и её внутриполитические проблемы или события. Насрачи блогеров или скандалы в интернете, которых тогда было не то чтобы много, мне тоже было насрать. Релиз этой игры я очень долго ждал. Купил я её в день релиза, прошёл и получил море удовольствия. Как по мне, разработчики достойно отнеслись к исторической основе происходящего, показали множество жутких сцен Второй мировой войны, раскрыли тематику и проблематику нашего фронта и в целом создали множество крутейших геймплейных механик, благодаря чему играть в игру было сплошным удовольствием. Но спустя какое-то время после релиза, я вдруг отовсюду начал слышать, что в игре начали скручивать рейтинги русские игроки, закидывать разработчиков жалобами и называть их чуть ли не нацистами. Меня это заинтересовало, я решил узнать откуда всё это пошло и оказалось, что причиной такой ярости стал тот самый обзор BadComedian'а, который вызвал такой огромный резонанс в обществе, что даже Bad давал интервью федеральным каналам в то время и игру хотели даже запретить в России. Само собой его обзор я посмотрел и просто офигел от количества в нём банальной тупости Жени, а также дезинформации, подмены понятий и перекручиванию фактов. Я сейчас весь этот бред детально разбирать само собой не буду, за меня это тогда ещё сделал другой человек, который разъебал Беда по всем фактам с сотнями пруфов и документацией. Ссылочку на тот видос я если что оставлю в описании, если кому-то вдруг это действительно интересно. Повторюсь, что детально я весь его обзор разбирать не буду, этот видос не про это, но всё же коротко пройдусь по нескольким самым первым пунктам, от которых у меня неистово пригорело. Начну с того, что его самой первой претензией к игре было то, что в первой миссии, во время отступления советской армии, игроку по заданию нужно сжечь деревню и взорвать мосты при отступлении, чтобы замедлить продвижение немцев. Бед комедиана в этом задании возмутило то, что советскому союзу оказывается нужно отступать, сжигать дома вместе с людьми и уничтожать инфраструктуру. Так вот действительно ли это так? Ну начнём пожалуй с того, что Бед либо тупой, либо специально сманипулировал фактами. Ибо в задании было сказано, продержаться отведённое количество времени до того момента, как все местные жители покинут деревню, а уже потом сжигать дома и взрывать мосты. Но Бед видать либо проигнорировал это, или вообще не увидел задание и сразу же нахрен сжёг всех местных жителей, выставив это в обзоре так, как будто это и было основное задание игры. Уже тогда я понял, что интеллектуальный уровень этого человека местами хромает, ведь конкретно в этом случае нет разных мнений, тут есть только один факт. Вы берёте, устанавливаете игру, лично в неё играете и вы сами увидите, как именно нужно выполнять это задание, там всё чётко написано. И что именно от игрока требует в то время разработчик. Потом его опять же таки смутил сам факт отступления Советского Союза и уничтожения инфраструктуры. Не знаю, нужно ли тут вообще разбирать этот момент, ведь как бы логично, что для того, чтобы задержать врага, нужно уничтожить инфраструктуру, чтобы ему сложнее было окопаться на занятых позициях. Плюс это нужно делать, чтобы враг не воспользовался ресурсами, которые захватит. Ну и в конце концов, максимально логично уничтожать мосты при отступлении, чтобы задержать продвижение через реку, в первую очередь техники, ну и само собой живой силы врага. Собственно говоря, посмотрите, как сейчас проходит нынешняя война и какую роль в ней играют мосты. И вам сразу всё станет очевидно. И опять же таки, давайте рассмотрим вариант, если бы вдруг игра действительно давала приказ уничтожить инфраструктуру вместе с местными жителями. Была бы это, как утверждает Бэткомедиан, ложь и пропаганда нацизма? Эммм... В результате подрыва которой водой затопило целый город, и тогда погибло около, внимание, 100 тысяч мирных жителей. И само собой, огромное количество немцев, которые уже на тот момент окопались в этом самом городе. Это историческое событие никто не отрицает. Оно задокументировано и подтверждено много раз. Ну а в то время, как в Украине мы вспоминаем этот день и скорбим о наших погибших гражданах, в России это или отрицают, или просто стараются забыть. Вернее, уже забыли и даже не знают о таком. В тупую отрицая любые военные преступления Советского Союза, которые само собой тоже были, их было миллион. Ну, хорошо. Давайте возьмем еще один момент. В самом начале Бэт описывает исторический подтекст игры и дословно говорит, что Запад открыл второй фронт тогда, когда в этом уже якобы не было никакого смысла. Ну типа мы бы и сами победили. Это наша победа, а не Запада. И он нам никак не помогал. Советский Союз бы в одиночку со всем справился, и эта победа только наша. Ну то есть, вы понимаете, на дворе 2013 год, еще нет войны 2014 года, нет даже Майдана. Но перед нами типичный ультраватный представитель русского мира, который отрицает историю, переписывает историю и приписывает ключевые победы Второй мировой только Советскому Союзу, только России. Не раз делая акцент на том, какой же Запад плохой, что развалил Советский Союз. Кстати, я если что, по большей части адекватно отношусь к людям с противоположной точкой зрения. Поэтому, несмотря на то, что уже тогда, в 2013 году, я понял, что Бэт Комедиан невероятно тупой идиот, просто конченый совкодрочер, прям супер плохо я к нему тогда относиться не стал. Да, конкретно в этом случае он жестко неправ. Но это все не отменяет того, что он очень талантливый YouTube-криэйтор и снимает качественные обзоры. Поэтому я совершенно спокойно продолжил его смотреть дальше и смотрю по сей день. И вот, кстати, буквально пару лет назад, помню, сидел я на его стриме и ему кто-то задонатил с вопросом. Бэт, не считаешь ли ты, что твой самый провальный обзор, это обзор на Company of Heroes 2? Не считаешь ли ты, спустя время, что очень-очень-очень сильно там ошибался? И он ответил, абсолютно нет, там все было верно. Ну, короче говоря, коммунизм, друзья, это диагноз. Тут мне на самом деле и добавить нечего. Хотя нет, кое-что я все же добавлю. А именно пример очевиднейшей манипуляции все в том же обзоре на Company of Heroes. Например, в одной из первых миссий в игре нам показывают, что у Советского Союза была нехватка оружия. Иногда солдаты шли в бой даже с голыми руками. Что вроде как правда, такие моменты были показаны и в русских, и даже в советских фильмах. Да и я сам еще, когда маленький был, слышал подобные истории от прабабушки. Да и все это на самом деле задокументировано. Вроде как это отрицать, ну, вообще никак нельзя. Но Bad Comedian, конечно же, это отрицает. И в пользу своей аргументации начинает перечислять все заводы по производству оружия в Советском Союзе. Акцентируя внимание на том, как их было много. И что, ну как, при таком количестве заводов советским солдатам, видите ли, не могло не хватать оружия. Это же просто бред. И он как бы вот полностью прав. Их действительно было много, очень много. Но много на момент начала войны. Но действия конкретно в той миссии происходят в 43-м году. А на момент 43-го года больше половины всех этих заводов находились уже на оккупированной немцами территории. И работали на врага. В то время как Советский Союз действительно испытывал большую нехватку в оружии, во всем оружии. И в технике, и даже в обычном огнестрельном оружии. И все вот эти проблемы, отсутствие необходимого количества оружия и техники, как раз таки закрывал Запад. Советскому Союзу помогали союзники, американцы по программе Ленд Лиза. Но как вы помните, Бет сказал в самом начале, второй фронт был бессмысленным. Мы бы и сами победили. Ну так вот, тогда в 2013 году, этот вот случай, такого откровенно лютого бреда, он буквально разорвал меня на молекулы. Потому что, первое. Это был первый случай, когда в интернете массово хейтили игру, которая мне охренеть как понравилась. Используя для хейта совершенно необоснованные и бредовые претензии, которые не являются действительностью. Проще говоря, тогда происходила супер зашкаливающая несправедливость. Второе. Именно тогда я понял, что мы с русскими совершенно разный народ. С разной местами пересекающейся историей. И сейчас вот в этот пункт я углублюсь подробнее. Как я уже говорил ранее, до этого обзора мне вообще было насрать на политику и историю России и Украины в целом. Но этот случай, он подтолкнул меня к изучению именно русской истории. И когда я начал ее изучать, я понял, что она у нас совершенно разная. Например, именно тогда, да, я прошу прощения, но именно тогда, в 2013 году, когда мне было уже 19 лет, я впервые узнал, что Россия отрицает голодомор и геноцид украинцев. Ну вот казалось бы, в этом случае мне не нужны никакие пруфы. Я украинец, я родился в 1994 году и застал живой свою прабабушку, которая умерла в 2005 году в возрасте 84 года. Так вот, она мне рассказывала, как это было тяжело, как они, будучи очень большой семьей, засыпали, а просыпались уже далеко не все. Рассказывала, как от голода умирали ее младшие братья, как на улице валялись трупы, как полностью вымирали от голода практически целые деревни. И это все было вот в Харьковской области, тогда как в то же время на Западной Украине было намного хуже. А уже в соседней Белгородской области было все не так уж и плохо, что подчеркивает то, что это был именно геноцид Советского Союза, направленный на уничтожение именно украинцев. Плюс она рассказывала, как Советы забирали все, животных, пшеницу, овощи и фрукты, лошадей, коров, свиней, как буквально заставляли под прицелом раскапывать зарытые в земле запасы с едой. Выгребали буквально всю еду до самой маленькой крошки хлеба. Геноцид украинцев был максимально очевиден всем, и весь мир его признает. Весь, но не Россия. Забегая наперед, хочу отметить премьеру потрясающего фильма номер 44, например, с Томом Харди в главной роли. Главный герой этого фильма как раз таки пережил Гладомор, и во время премьеры этого фильма в России разгорелся очередной скандал, в результате которого фильм запретили. А куча русских мразей, в числе которых был и Бэткомедиан, этот фильм высмеяли в своих трэш-обзорах. Ну, Бэткомедиан тогда обзора не делал, но все остальные тупые совкодрочеры, конечно же, над ним насмехались. Насмехались над нашей историей, над мертвыми нашими предками. Повторюсь, да, они и тупо насмехались, ибо все преступления Советского Союза они, как всегда, в тупую отрицали. Стоит также, наверное, уточнить, что отрицали не совсем. Они как бы соглашались, что, ну вот как бы да, голод он был, но голодали во всем Союзе, и количество жертв преувеличено. Намеренно украинцев никто не убивал, так же они говорят и про все остальное. Концлагеря они как бы были, но там все сидели по делу, и вообще количество расстрелов преувеличено. Штрафбаты они как бы были, но их количество тоже преувеличено, и убивали всех по делу, так им и надо. А вот именно направленный геноцид, они как раз таки вообще все тупо отрицают. В общем, мол, ну это как бы везде все умирали, и злого умысла по отношению к отдельной нации тут как бы не было. Советский Союз, он как бы хороший, он как бы добро, никого намеренно не убивал. И такие вот отрицания преступлений Совка можно перечислять очень долго. Например, депортация крымских татар, концлагеря, массовые расстрелы, штрафбаты, этнические чистки и множество других разных преступлений. Кстати, тогда же, только в 2013 году, я всерьез осознал то, что у нас в Украине Вторая мировая называется Вторая мировая. Начало которой было положено в 1939 году, с момента разделения Польши советами и немцами, которые на то время были союзниками и которые захватывали Польшу. А в России это почему-то называется именно Великая Отечественная война, которая началась только в 1941 году. Я уточню и еще раз попрошу прощения, но именно тогда, в 2013 году, я вот это все осознал. Я знал это и раньше, но я почему-то искренне был уверен в том, что, несмотря на небольшие разногласия, все русские знают эти исторические факты и относятся к ним с пониманием, как, например, немцы. Да, это тоже их история, их часть позорной, грязной истории, которую нужно помнить, чтобы никогда больше не повторять таких ошибок. Чтобы никогда опять. Но русские почему-то произносят не никогда опять, а можем повторить, ёпта блять. Да, я еще раз повторюсь, до 2013 года я действительно думал, что они нормально относятся к своей истории, но, как оказалось, нет. В России всю свою историю они тупо отрицают, выстраивая вокруг победы настоящий культ яростного надрачивания носовок и его идеалы. Также уже тогда я понял, что, как и в Германии, 20-х и 30-х годов в России процветает настроение реваншизма. Многие действительно ненавидят Запад и винят его в развале Совка, страстно желая рано или поздно ему отомстить и повторить. Мы можем повторить, блять. Собственно говоря, культы можем повторить, который привел нас туда, где мы сейчас и находимся, начал свое активное развитие как раз-таки после войны 2014 года. Но частично он был популярен в Рашке и ранее. Короче говоря, вот все это заставило меня совершенно по-новому взглянуть на Россию. Если раньше я думал, что мы как бы один народ с общей историей и общим будущим, то после всего этого я понял, что мы нихрена не один народ. Я не русский и таким себя не хочу считать вообще никогда. Но только за это почему-то многие русские считают меня нацистом. Взять, к примеру, того же Степана Бендеру, который всю Вторую мировую войну просидел в концлагере немцев, потому что воевал и убивал как немцев, так и советов, воюя за украинский народ. Но при этом все русские считают его нацистом. Нацистом, блять. То есть если человек воюет за свою страну, то он по определению нацист, что ли? Как это у них в голове работает? Тогда, собственно, все русские герои тоже получаются нацисты, потому что они воюют за Россию, что ли? Блять, как у них вообще мозг работает? Да, логики в этом нет, но это как бы логика русских. Она у них вывернута наизнанку, так что это нормально. Бля, кстати, забегая наперед, расскажу вам о том, как я недавно записывал видео на украинском. И буквально сотни русских написали мне после этого видео, что я говорю на своем родном языке, я точно нацист и говорю именно на нацистском языке. Это, короче, полный пиздец, но к этому мы еще вернемся. Короче говоря, вот именно тогда, в 2013 году я понял, что нет, мы не один народ и что с Россией я не хочу иметь ничего общего. Собственно, такие настроения у меня частично были и до 2013 года. Потому что, ну, банально европейская культура и европейские ценности мне были ближе, чем русские. Играя в разные шутеры, мы даже с друзьями шутили и рассматривали вариант, что вот допустим, завтра внезапно Америка нападает на Россию. За кого мы пойдем воевать? Мы все всегда говорили, что, конечно же, за Америку, потому что уже тогда западная культура всем была намного ближе. Все понимали, что Запад это светлое будущее и развитие, а Россия это деградация, самокопание в ужасной истории и никакого светлого будущего. Все лучшее, что у нас есть в жизни на тот момент и сейчас, компьютеры, игры, фильмы, музыка, гаджеты, интернет, сайты, коммуникации, смартфоны, фастфуды, множественные развлечения, сериалы, мультики, машины, возможности для заработка, знания. Да, короче, 90% всего, что мы любим и ценим, было придумано и было создано именно на Западе. В то время как в России не было ничего. Отказаться от Запада это буквально отказаться от самого себя, от современной жизни, от культуры, от своих ценностей, вообще от цивилизованного мира. Так что уже тогда мы шутя говорили, что нет, нет, Россия ни в коем случае, Запад, молодцы, классно, поэтому выбираем. Так что с такими вот взглядами в том же 2013 году, когда начались события на Майдане, само собой я был за евроинтеграцию. Ведь уже тогда мы видели, что те страны, которые дружат с Западом и с Европой превращаются в богатые, процветающие страны по типу Эстонии, Литвы, Латвии. А те, что дружат с Россией, они быстро деградируют и вообще превращаются в разваленные, никем не признанные мертвые территории. По типу Осетии, Приднестровья или Абхазии. И ни о каком развитии, ни о каком будущем вместе с Россией речи не идет. Не существует ни одной страны, которая была бы вместе с Россией и была бы при этом процветающей и цивилизованной. Нет, Россия это тупик, уже тогда это всем было ясно. И я еще раз повторюсь, что вот все это было понятно еще до Майдана 2013 года. Так что я еще раз повторюсь, с самого начала, ну для меня почти с самого начала, ибо активно я начал участвовать в революции только в январе 2014, а первые месяцы за происходящим я только наблюдал. В общем, с самого начала все было ясно. Россия, до свидания, удачи, счастливо, нет, все пока. Нужно делать все возможное, чтобы объединиться с Западом и Европой. Так что студентов, которые ночевали на Майдане, я по большей части поддерживал. Стоит уточнить, что как раз таки в начале, когда на Майдане были только студенты, ничего не предвещало еще беды, ибо они там просто стояли и не делали вообще ничего. При том, что с каждым днем их становилось все меньше и меньше. Отличным вариантом для Янковича было бы просто все проигнорировать. И я уверен, что все студенты бы рано или поздно просто разошлись, как это было во множестве других странах. Но этот поехавший диктатор выбрал другой вариант. Насильный разгон. И вот однажды ночью он отправил ОМОН избивать этих самых студентов. Как итог, десятки тяжело избитых и госпитализированных и сотни раненых. Диктатура и безнаказанность в чистейшем проявлении. Плюс стоит также отметить, что еще до этой самой евроинтеграции Янкович начал принимать огромное количество тупейших законов на ограничение свободы. Проще говоря, звоночки российской диктатуры звенели еще до событий на Майдане. Но все же избиение мирных людей стало искрой, которая подожгла гнев народа. И тогда поднялись абсолютно все. Как простые люди, так и само собой радикалы. Без которых, ну собственно никуда. Они есть в каждой стране и в каждом обществе. И они тоже люди и тоже принимают участие в жизни страны. Их было немного, но они как раз и стали той живой силой, благодаря которой люди давали отпор ОМОНу. И те не могли кого попало забрать в автозак и там насиловать, избивать, убивать и шить сроки, как это делали в Белоруссии или Рашке. Русская же пропаганда и особо тупые идиоты уже тогда продвигали идею, что весь Майдан состоит, конечно же, только из радикалов, которые тренировались на Западе. И само собой участвуют там за деньги, да они еще и наркотиками обколоты. Что, конечно же, у любого адекватного человека уже тогда вызывало лишь смех. Этот подкаст является лично моей историей, так что я тут в принципе никому ничего доказывать не собираюсь. Но думаю, если кто-то сейчас в этом сомневается, то можно поискать и найти сотни видео, в которых проводятся опросы на Евромайдане и Антимайдане. В которых видно, что как раз таки на Антимайдан в своем большинстве загонялись бюджетники и бомжи, которые приходили туда за еду или за деньги. А на Евромайдан люди выходили за идею. В то же время активную популярность начал набирать тупой идиот или просто пропагандисты Шарей, который брал, например, видео, как люди с украинской символикой сходятся в одну кучу. А потом выходят из кучи и ложат при этом себе в карман или в кошельки деньги. С самых первых дней он поддерживал русскую повестку и настаивал на том, что все эти люди продажные и они просто быдло. Но потом в сеть попадали те же самые его видео, в которых было видно, что когда люди расходились уже полностью, там стоял ларек с украинскими сувенирами и символикой. И люди просто подходили, покупали, а потом, собственно, брали сдачу и уходили. А он это выдавал, как будто им вот всем заплатили там. Короче говоря, видосов разоблачений с разными пруфами по Шарью в интернете просто сотни. И все они буквально неопровержимы. И они были неопровержимы тогда, еще в 2014 году. А сколько он за все эти годы еще натворил? О, это просто капец. И есть же люди, которые реально этому дебилу верят. Ну, в общем, это капец. Кстати, многие до сих пор не могут определиться по Шарью и думают, либо он просто тупой идиот, как Бэткомедиан, например, который верит в то, что говорит. Либо все же финансовая идея Кремля и просто пропагандист. Я думаю, что все-таки первый вариант. Но на самом деле плевать, ведь как в случае с первым вариантом, так и со вторым, он в любом случае должен сидеть в тюрьме. И надеюсь, что он скоро там окажется. В общем, Майдан постепенно разогревался. За всем происходящим до января 2014 года я просто наблюдал. И вот как раз в начале января 2014 года мы открываем свой магазин по продаже видеоигр и ПК-комплектующих в Харькове. Находился тот наш магазин в самом центре города. И каждый день после работы я шел домой через площадь. И почти каждый день я наблюдал как за митингующими Евромайдана, так и Антимайдана. Смотря на Евромайдан, я видел по большей части молодых, хорошо выглядящих людей. Приятно одетых, культурно воспитанных, которые всегда убирали за собой и спокойно себя вели. А вот когда я смотрел на Антимайдан, я просто оханевал. Короче говоря, я видел на все 100% спившиеся быдлорожи, которые были одинаково бедно одеты, с кривыми носами перебитыми, покореженными мордами, которые с трудом стояли на ногах, от них жутко воняло. Которые постоянно бросались на других людей, бухали по жесткому, прям в толпе. И никогда за собой не убирали вообще никогда. Там был буквально адский срач на площади после их ухода. Кстати, вот даже если сейчас посмотреть на наши сегодняшние и вот, ну прикинуть, а кто сейчас поддерживает Россию из культурных людей? Эээ, да никто. Может быть какие-то знаменитости западные, актеры, талантливые певцы. Илон Маск, например. Эээ, нет. Может кто-то из культурных людей России или Европы? Да нет. Культурные люди из России давно свалили. А кто же в это время поддерживает Россию? Тупые наркоманы? Алкоголики-певцы? Быдлоны? Идиоты с совка, которые до сих пор не сдохли? Откровенные фашики и нацики? Или просто невероятно тупые дебилы? В общем, ну как можно поддерживать русский мир, я до сих пор не понимаю. В общем, это был пиздец. В общем, возвращаемся к моим прогулкам по площади. На тот пиздец, который тогда Антимайдан, именно Антимайдан творил с моим городом, я смотрел буквально каждый день и офигевал. И вот в один прекрасный момент я прошел точку невозврата и решил присоединиться к участникам Евромайдана. Потому что, ну у меня просто в голове тогда, как и сейчас, не укладывалось, как вообще можно поддерживать Антимайдан. Ну каким, блин, нужно быть спившимся мудаком или просто насколько тупым нужно быть идиотом, чтобы поддерживать вот таких людей? Ну, короче, просто нет слов. Сотни и тысячи пенсионеров и алкоголиков ходят по улице моего города с флагом совка и кричат «Родились в России и хотим умереть в России». Ебать, вы все хотите умереть? Ну так умирайте, а я как бы хочу жить. Я хочу, чтобы у моей страны было будущее, светлое будущее со свободным интернетом, инвестициями и сотрудничеством со всем цивилизованным миром. В общем, один раз я вышел на Евромайдан и потом посещал митинги практически каждые выходные. Потом случился Крым, оккупация, очевидно, что были введены войска, которые тогда еще Путлер называл силами самообороны. Ну а потом началась раскачка всего востока Украины и попытки создать Новососию. Тут стоит отметить, что даже в Харькове тогда еще пророссийские митинги были не слишком многочисленны. Так было до момента рокового дня, когда была попытка силового захвата облдержадминистрации. Тогда людей было очень много и очевидно, что все они были завезены из Рашки. Во-первых, тому есть множество фото и видео доказательств в виде машин и автобусов с белгородскими номерами, которые были припаркованы во дворах города и которые в ряд стояли на окружной города. А во-вторых, люди, которые руководили толпой тогда, которые вешали флаг России на наше здание. Уже давно все эти люди были опознаны и они являются жителями Белгорода и Белгородской области. И все они, кстати, уже давно мертвые. Были они убиты в России по странному стечению обстоятельств, как собственно и Моторола, Гиви, Захерченко и множество других лидеров террористов, которые по указке Кремля изначально возглавляли все это сепрское движение. Так что, к счастью, думающих людей в Харькове оказалось все-таки много. Столкновения с ватным стадом тогда были весь день и почти всю ночь. По итогу силы Евромайдана отступили все-таки. Тупое быдло побило почти все окна на первом этаже в облдэш администрации. Особо ярые ватные воины и части завезенных из рашки начальников заняли целое здание облдэш администрации, попутно устроив поджог на первом этаже в одном кабинете. Но наутро все они были благополучно опиздюлены спецназом и посажены в тюрьму. Харьков тогда мы все отстояли, так же как и отстояли Одессу, где тоже тогда были серьезные противостояния ватного скота и украинских ультрас с Евромайданом. У антимайдана в тот день 2 мая в толпе было неоднократно замечено оружие, которое они уже точно известно что применяли. В частности, первые жертвы тех стычек были как раз со стороны Евромайдана. Когда о жертвах узнали ультрас, они стали действовать агрессивнее и загнали ватный скот в дом профсоюзов. Те же в свою очередь начали там баррикадироваться и бросать в Евромайдан коктейли Молотова. В сети есть сотни видео, в которых видно что пожара еще нет, здание еще не горит, а с крыши и с окон антимайдан бросает коктейли Молотова. Эти самые коктейли разбивались на пороге здания, вследствие чего потом начался пожар. Антимайдановцы были заблокированы в здании, а пожар начался именно с центрального входа, вследствие чего огромная часть ваты там успешно и поплавилась. Да, к этим людям я если что не испытываю никакой жалости, так как они все призывали к уничтожению и распаду моего государства. И если бы они добились своих целей, я был бы вынужден покинуть свой родной дом, так как будущего у тех регионов, которые дружат с Россией, буквально нет и никогда не было. Что мы собственно и видим на примере того же Приднестровья или тех же уже ЛДНР. В общем Одесса тоже успешно была отбита. А вот Донбасс к сожалению пошел по другому сценарию. В частности потому, что он и должен был стать центром так называемой Новососии. Если раскачка Харькова и Одессы по большей части происходила безоружными наемниками, и оружие в толпе в той же Одессе оказалось скорее всего по чистой случайности и по человеческому фактору, один дебил взял с собой ствол, ну как бы и все. То вот на Донбасс целенаправленно завозились вооруженные наемники и военные командиры, которые командовали ополчением. Справедливость ради, изначально Россия пускай и была виновницей этого конфликта на все 100%, но в открытую в нем еще тогда не участвовала. Большая часть оружия была взята действительно со складов Донбасса, и первые вооруженные столкновения были только с так называемым ополчением, которыми уже тогда конечно же напрямую командовали русские. Украинская армия на то время тоже была, мягко говоря, в ужасном состоянии, но тем не менее она все же была и вступила в бой с сепаратистами. Достаточно быстро, буквально за несколько месяцев, Украина начала активно побеждать на всех направлениях. Луганская область была почти полностью зачищена, а Донецкий вовсе был взят в кольцо. Опять же, если кто-то вдруг сомневается в моих словах, то посмотрите боевые карты как Украины, так и России тех времен. Они буквально идентичны и показывают ровно то, о чем я и говорю. Но вот именно в тот момент, когда уже в августе 2014 года, когда Россия поняла, что ее план на Вососии полностью провалился, она решает уже полноценно ввести в бой свою регулярную армию. И она ее вводит. В один день карта боевых действий выглядит, ну вот буквально вот так, а на следующий день каким-то внезапным образом уже практически все приграничные села светятся красным и являются захваченными. В подтверждение этому есть сотни видео движущейся техники и сотни видосов с мертвыми русскими солдатами. И русскими солдатами, которые сдавались в плен. Русская армия в августе 2014 полноценно вступила в бой. Тогда украинская армия и близко по силам не смогла сравниться с русской. И достаточно быстро начала отступать, попадая раз за разом в ужасные котлы. И неся огромные потери. И Лавайск, Дебальцева тому подтверждение. Тогда уже и Украина поняла, что с Россией тягаться она не сможет. И что нужно войну заканчивать хоть как-то. Поэтому уже в сентябре были подписаны первые минские соглашения. Бои еще продолжались до февраля 2015. Ну а после февраля 2015 и Дебальцевского котла активная фаза войны завершилась. И конфликт был заморожен. Справедливости ради стоит уделить внимание тем моментам войны, в которых массово гибли мирные граждане. Тут я могу сказать, что конечно же вот именно в этом моменте все не так однозначно. Дело в том, что это война. И на войне гибнут люди. В войне берут участие множество очень разных людей. Это могут быть как люди с образованием и правильным воспитанием. Так и быдло наркоманы, которые увидели в войне возможности. И такие случаи всегда были по обе стороны баррикад. Так что я полностью отдаю себе отчет в том, что изнасилования, пытки, убийства и как случайные, так и намеренные обстрелы жилых секторов могли происходить по обе стороны конфликта. Само собой Россия и сепары за время той войны совершили в сотни раз больше военных преступлений и провокаций. Но и наши солдаты были само собой не ангелами. С одной стороны их конечно же можно оправдать, потому что эту войну на все 100% начала только Россия, но все же особо жестокие и очевидные военные преступления или ошибки отрицать не стоит. Война это война. И на войне кругом царит ужас и жестокость. Еще очевиден тот факт, что ни одна страна в мире никогда не говорила в своих новостях, что вот как бы мы сегодня там город освободили и случайно мирных граждан убили. Поэтому понятно, почему на разных телевидениях освещается только то, что происходит на доступных территориях. Если вам только что показалось, что я вот наехал на украинскую армию, то вы ошибаетесь. Ведь я повторюсь, что это война и на войне все может быть. И сейчас мы как раз таки перейдем к России и сепарам, которые само собой совершили куда больше военных осознанных преступлений. Взять, к примеру, обстрел Мариуполя, расстрелянную маршрутку зимой под Волновахой, обстрел Краматорска, обстрел лагеря военных с русской же территории, обстрелы зеленых коридоров, пытки в подвалах, расстрелы, сбитый малазийский Боинг в конце концов. Короче говоря, я стараюсь не отрицать очевидного и понимаю, что мирные жители гибли по обе стороны баррикад. Но все же ключевым моментом в этом всем является то, кто именно развязал эту войну, кто действительно во всем виноват, из-за кого гибнут люди, по чьей вине все это произошло. И тут ясное дело, что на все 100%, даже 1500% вина лежит только на России. Если бы Россия не раскачала Донбасс, не снабжала его оружием, не завозила своих командиров, не отправляла бы их на войну, не оккупировала бы Крым. И в конце концов, если бы в августе она не ввела свои войска, то Майдан бы прошел, Порошенко бы стал президентом, они бы с Путиным договорились, что они кстати и так сделали, и дальше бы мы все жили в мире и согласии. Называя друг друга по приколу хохлами и кацапами. Но Россия решила поступить по другому и развязала войну. Так что повторюсь, виновата во всем только Россия на все 1500%. Уже в этой нынешней войне многие русские используют аргумент, где вы были 8 лет, когда Украина бомбила Донбасс. Так вот я считаю, что это ну просто супер тупой аргумент. И таких людей нужно просто слать нахуй. Потому что не Украина первая начала бомбить Донбасс. И в те моменты, когда и Украина бомбила Донбасс, она делала это не просто так. Потому что опять же не Украина начала эту войну. Вот русские, представьте например, что сейчас, ну скажем, Якутия возьмет и решит отделиться. Запад завезет туда кучу вооруженных людей. Накачает их оружием, пошлет туда своих командиров и начнет воевать за отделение Якутии от России. Так вот в таком случае вы станете на место якутов и скажете, ну как бы да, ребята, отделяйтесь вообще, ну зачем? Россия не целостное государство, так что как бы без проблем. Или же как вы любой адекватный собственно гражданин своей страны, станете на место своей страны. И будете отстаивать ее интересы, убивая сепаратистов и террористов, которые хотят ее разрушить изнутри. Думаю ответ всем будет очевиден. Забавное только что произошло сравнение, не правда ли? Наверняка какие-то русские сейчас напишут, ну так вот мы и стали на сторону своей страны и ее интересов. Ага, вот только я только что приводил пример именно внутреннего конфликта со сторонним вмешательством. А ваша война в Украине это не ваш внутренний конфликт. И вообще это не ваше дело. Вы ведете именно захватническую войну с оккупацией чужих территорий. Так что это совершенно разные вещи, которые не имеют ничего общего. Так что блять, где мы были 8 лет? Мы были дома и прекрасно знали о том, что там у нас происходит. Что Россия развязала там войну, накачала регион оружием, поставила своих людей командовать ополчением. Ввела туда потом свои регулярные войска и руководит там своими марионетками, регулярно убивая людей. И мы также знаем то, что только от России зависели Минские соглашения. Так как она должна была вывести сначала все свои войска, убрать свое конченное, марионеточное правительство. И только потом там должны были пройти нормальные выборы под украинским флагом. Но этого Россия так и не сделала. В тупую постоянно отрицая свое присутствие. Так что если вы, тупые россияне, 8 лет отрицали то, что Россия там тоже воюет и убивает людей, то вы просто блять тупой конченый идиот. И нам с вами не о чем разговаривать. Идите нахуй. Кстати, возможно кто-то спросит, а где во время боевых действий был я и почему я не воевал? Я отвечу, что если честно, я хотел пойти воевать. Потому что тогда мне было 20 лет. Я работал на минимальную зарплату. На то время это было что-то около 300 долларов. Если считать по довоенному курсу, само собой. И я не видел, собственно, никаких перспектив в жизни. Я понимал, что скорее всего ничего в жизни не добьюсь. Поэтому почему бы, собственно, и не рискнуть, и не добиться чего-то. Но тогда какие-то небольшие перспективы у меня все же были. Потому что, как я уже сказал ранее, в 2014 году мы открыли свой магазин в центре Харькова. Говоря, мы открыли, я имею в виду себя и своего начальника. Который, само собой, вложил в магазин все свои деньги. А моих денег там не было вообще. Просто у нас с начальником были отношения, скорее, не как суперстрогий начальник и подчиненный. А скорее, как просто хороший друг и наставник. Он многому меня научил, за что ему огромное спасибо. И мы вместе продолжали работать. Так вот, в будущем мы могли бы развивать магазин. Он бы поднял мне зарплату. Может быть, я бы даже на какой-то процент вышел. Но мой напарник, начальник, сначала стал волонтером. Еще в апреле 2014 года. И помогал военным. А я, само собой, помогал ему. Мы собирали деньги и на броники, и на фонарики, и на обвесы, и на оружие. А потом отвозили все военным. Короче, поначалу он волонтерил. А потом, когда я прям захотел стать добровольцем. Это было где-то в августе или в июле. Он пошел на войну раньше меня. И магазин, соответственно, тоже оставил на меня и на свою жену. Магазин был основой всей нашей прибыли. Как его, так и моей. Так что, просто закрыть и вдвоем уйти мы не могли. Если честно, мы этого даже не обсуждали, потому что я никому тогда не говорил о том, что я хочу пойти добровольцем. Но когда уже первым ушел напарник, выбор стал очевиден. Нужно работать и держать магазин на плаву дальше. Вот я, собственно, и остался. И продолжал работать. С напарником, кстати, все хорошо. Он жив, здоров, вернулся и красавчик. Хух. Думаю, уже как минимум на час текста я написал. Идем дальше. Война на Донбассе, образно говоря, закончилась. Конфликт был заморожен. В период с 2015 по 2021 год. В год там гибло около 20-30 военнослужащих Украины. Сколько сепаров дохло мне вообще насрать. Чем больше, тем лучше. И около 5 мирных граждан по обе стороны баррикад. Которые при этом гибли не от артобстрелов, а от подрывов на минах и не разрывавшихся снарядах. Так что, с одной стороны, конфликт там все еще был. Но активная фаза полностью завершилась. Начался период затишья длиною 8 лет. В том же 2015 году я создал свой ютуб канал и активно начал знакомство с русской аудиторией. Знакомство это, скажем так, было не очень приятное. Начну я, пожалуй, с того, что вот я всегда у себя на странице в ВК постил мини-рецензии на разные фильмы или игры. Плюс делился событиями из жизни. Уже тогда я получил какую-то незначительную часть аудитории. И, например, вот делал пост. Посты, помню, была какая-то неделя, когда за неделю украинская сборная победила в матче по футболу. Кличко выиграл свой очередной бой. Вышла какая-то украинская игра, метро вроде, или я уже не помню точно какая. И еще нави выиграли в доте или кс-очке. Я тоже уже не помню, что тогда было точно. И вот уже тогда я сделал обо всем об этом пост, в котором написал «Спасибо, Украина, за такую насыщенную неделю» и точка. Все. Этот пост ведь и не был провокационным. Я просто отметил достижения своей страны, которые произошли за неделю. И тогда, помню, мне под постом внезапно человек 10 написали комментарии по типу «Чувак, это как бы и русские достижения, потому что Украина это то же самое, что Россия». И мол, почему это я все победы Украины приписываю только Украине? Украины ведь не существует. Украина это то же самое, что Россия. Так что все ваши победы и наши победы. Ну пиздец. Я уже тогда с этого малость прифигел, но в будущем подобного бреда в интернете я встречал все больше и больше. Например, я получал буквально 100, а иногда даже и тысячи комментариев о том, что Украина не существует. И что Украина это то же самое, что Россия. Когда упоминал в топах игры «Сталкер» и «Метро», подчеркивая, что это украинские игры. Короче говоря, тогда я с каждым годом убеждался в том, что Россия на самом деле с каждым годом все сильнее и сильнее превращается в фашистское государство. И вот в принципе одна из самых-самых главных проблем россиян заключается в том, что они действительно считают, что мы один народ. Они думают, не вдаваясь в исторические факты, что раньше был Советский Союз, а потом он распался, и на его руинах возникли разные государства, которые просто были придуманы в тот же момент, в котором они собственно и появились. А о том, что еще до Советского Союза эти государства были разными странами, они либо не знают, либо отрицают это. Ну вот серьезно, привожу простой пример. Не так давно у меня на канале выстроил ролик по прохождению миссии в Call of Duty Vanguard, битва за Сталинград. Он собрал уже почти 4 миллиона просмотров. Так вот там, когда ты ходишь по городу, люди говорят не СССР, а Россия. Немцы в России, мы в России, и блять, каждый третий комментарий под этим видео возмущается этому. Мол, хули тупые американцы, это ж блять не Россия, тогда России не было, Россия не существовала, это ж СССР. Как они могли так ошибиться, какие они сука американцы тупые, было ж не Россия, было СССР. И похрен как бы, что СССР расшифровывается как Союз Советских Социалистических Республик. То есть это Союз разных стран, не только России. Ну блять, реально большинство россиян воспринимают Совок как всю Россию, и каждую страну, которая из Совка вышла как часть России. То, что для коренных народов Литвы, Эстонии, Латвии, Украины, Казахстана, Грузии и многих-многих других народов было оккупацией Советского Союза, они считают не просто дружбой, а как бы единством, ёпта блять. Зачастую все русские, они вообще отрицают существование этих народов и их историю. И это касается не только Украины, они отрицают Казахстан, Грузию, ну в общем, вы все это и сами знаете. Русские тупо все отрицают. В тупую прям. В этот момент я могу вернуться к Бэткомедиану и его последнему обзору на сравнение украинской и русской пропаганды. Это невероятно тупое видео от начала и до конца, которое строится на том, что все виноваты. И в то же время во всем виноваты олигархи, политики, люди в пинжачках и финансовые интересы. Ага, да, национальный и территориальный вопрос тут блять вообще ни при чем, действительно. Путлер в своем заявлении буквально как Гитлер один в один перед вторжением говорит, что украинцев не существует, что такой страны нет, что вас придумали и что мы имеем право на все ваши земли. И ладно бы если только Путин. Большинство русских считает точно так же. Не все они конечно готовы воевать, многие даже с такими мыслями против войны, но тем не менее они все так считают и это пиздец. Сейчас, когда настоящим трендом в ТикТоке и даже Ютубе стало общение с россиянами в чате рулетки, можно воочию наблюдать как буквально каждый, каждый россиянин, даже который настроен нейтрально, в тупую отрицает государственность Украины. Типа, ну мы же как бы один народ, ёпта. Что конечно же является тупейшим бредом. Ведь даже если вот давайте на секундочку буквально на секундочку действительно примем тот факт, что раньше все было Россия и только с 1991 стала Украиной. Окей, даже если так, уже 31 год существует суверенное государство, которое признано во всем мире, всеми без исключения странами. Это государство является суверенным со своими законами, порядками и со своим языком. Мне 28 лет, я вырос и живу в независимой Украине. Отучился в украинской школе. В идеале знаю украинский язык. Большинство контента, который я потребляю, включая фильмы, сериалы и видосы на Ютубе, я смотрю на украинском. Мне украинские приятнее, проще и легче. И я при этом спокойно живу. Со всеми странами у нас подписаны мирные договора, которые дают гарантии. Всё. Это новый мир с 1991 года. Новые реалии, которые нарушать, блять, ни в коем случае нельзя. И тут, блин, Россия берет и вторгается на чужую территорию, начиная тем самым войну. Повторюсь, что даже если бы Россия действительно имела право на наши земли раньше, сейчас она на них не имеет, блять, никаких прав. И сейчас она вторгается в чужую страну под таким же предлогом, как вторгалась фашистская Германия в 1939 году в Польшу. Сравнение современной России с фашистской Германией, это, кстати, отдельная тема для разговора. Ибо если Украина по факту не подходит ни под один критерий, как фашизма в целом, так и исторической параллели с Германией, то вот Россия подходит вообще по всем пунктам и копирует фашизм практически один в один. И вот после всего этого, такие люди, как Бэткомедиан, умудряются говорить, что все виноваты, все это политические интересы. И никакой национальный или территориальный вопрос тут вообще ни при чем. Блять, какой же это пиздец. Ну хорошо, вот давайте отвлечемся и попробуем разобраться, с чего все началось в Германии. С реваншизма. Германия проиграла Первую мировую войну, в которой Гитлер непосредственно брал участие. За свои преступления Германия была наказана и лишилась части земель, получив тем самым очень обиженный народ, который приуныл после поражения. Плюс еще и репарации выплачивал. Все последующие года в Германии росли реваншистские настроения. Вот нас победили! А мы ведь сражались, мы должны были победить! Теперь мы из-за всех них плохо живем! Во всем виноваты евреи! Они за всем стоят! Мы проиграли! И вообще наши везде! Вот мы скоро наберемся силы! Станем сверхдержавой и будем своих защищать там, где посчитаем нужным! Потому что наши везде! И их везде нужно защищать! Плюс как бы про Гитлера не стоит забывать! Который вырос в старой Германии, был ее частью и тут на его глазах его страну буквально развалили и уничтожили! Месть за Первую мировую была одной из многочисленных частей его идеологии! Так вот с этого в фашистской Германии тогда все и началось! И собственно, что мы видим в современной России? Да практически все то же самое! Вот почти что один в один то же самое! СССР в лице России проиграла холодную войну! Совок развалился! Потеряв, как он считает, свои территории! Люди с большим трудом пережили 90-е! Путин был частью Совка! Надрачивал на него! Потом он пришел к власти! Начали расти реваншистские настроения! Вот мол, во всем виноват Запад! Запад наш враг! Бля, вот серьезно, смотришь эти сотни видео с опросом простых россиян? Эти бесконечные тревел-влоги, в которых людей спрашивают «Как вам живется, ребята?» Они все поголовно отвечают «Плохо!» «Очень плохо живется!» Но Путин-то молодец! Путин же красавчик! Это во всем Запад виноват! Запад же СССР развалил! Запад виноват в том, что у нас такие маленькие пенсии! Запад виноват в том, что подъезды обоссаны! Запад виноват в том, что дома разваливаются! Запад виноват в том, что мы такие бедные! Не Путин же! Путин же красавчик! И вот если бы не Запад, жили бы мы все сейчас в Советском Союзе и процветали! Но Запад! Запад все развалил! Запад во всем виноват! Вот даже сейчас! Я буквально сегодня посмотрел два видео, в котором чернокожий пассажир садится в такси, а ему начинает хамить водитель и говорить, что «Ты сука, америкос! Твои люди наших на Донбассе убивают!» Потом парень говорит, что он не американец, а из Африки, а неадекватное русское тело начинает вытаскивать его из машины и бить. Или еще видео, как в Питере тоже избили чернокожего парня с криками «Американская мразь! Наших пацанов убиваешь!» Да что уж там обо всем этом говорить, если в том же 2013 году, еще до событий 2014, BadComedian уже во всем обвинял Запад в своем обзоре на Company of Heroes. Короче говоря, вот же он! Вот он вам самый настоящий реваншизм! И вот вам нетерпимость! И вот вам виновные, у немцев были евреи, а у русских американцы. История, считайте, почти что повторяется один в один. Даже не почти что один в один, а буквально один в один. Ведь в начале августа Израиль снова начал военную операцию против террористов в секторе газа. И вот кого вы думаете в этом конфликте поддерживает Россия? Конечно же террористов! Вот серьезно, откройте любой пост русских новостей или блогеров, которые освещают эти события. Заходите потом туда в комментарии, и там как минимум 90% комментариев это ненависть к евреям. И многотысячные, буквально многотысячные призывы убивать, как русские выражаются, жидов проклятых. Да что уж там говорить, если даже на официальном уровне государство лошадиная морда лавров называет Гитлера евреем. Бля, и вот эти люди называют себя деноцификаторами. В то время как сами они являются 100% фашистами и нацистами 21 века. Кто бы мог подумать, что именно русские станут фашистами. Может быть вы еще хотите сравнения России с фашистской Германией? Да пожалуйста, таких сравнений валом. А безчеловечивания противника. Вспоминаем все мои слова о том, что украинцев и Украины не существует. Супер пропаганда, которая вся подконтрольна властям. Нейтрализация и устранение политических конкурентов. Ну и вот в конце концов предлог войны. Что немцы защищали своих граждан сначала в Польше, потом во Франции и во всем мире. Что русские теперь используют такую же идеологию. Но вы все наверняка и так знаете эти крылатые фразы Соловьева. Вы знаете, русских же сейчас обижают везде. Везде русский язык. Везде его нужно защищать. Как собственно и немцы защищали везде немецкий язык. И своих же немцев. И кстати, сейчас-то русских и вправду обижают везде. Причем заслуженно обижают. Потому что русские превратились во фашистов 21 века. На долгие годы запятнал свою репутацию. Но вот до 24 февраля 2022 года все с русскими везде было хорошо и замечательно. Об этом уже миллионы раз все говорили. Но все же я повторю. По опросам, которые проводились еще до 24 февраля, у нас бы второе место на ближайших выборах заняла бы партия Медведчука, которая вся полностью была пророссийской. Она имела колоссальную поддержку во всей стране. Люди говорили на русском совершенно спокойно. Да, у нас принимались языковые законы, но они были совершенно обычными. И такие же законы были приняты в абсолютном большинстве стран во всем мире в свое время. Например, закон по обслуживанию клиентов на украинском языке. Ну как бы, мы украинцы, мы живем в Украине. Что в этом законе нелогичного, я просто не могу понять. Если при этом человек захочет, чтобы его обслужили на русском или английском, то продавец легко сможет перейти на эти языки и обслужить его. Такие законы есть во Франции. У французов родной язык французский. Есть в Германии, у немцев родной язык немецкий. Но это же логично, у украинцев родной язык украинский. Ну типа, что? Как в этом можно найти логику? Это же все очевидно, так и должно быть. Короче говоря, все эти притеснения русского языка в Украине это супер лютый бред, который на все 100% является тупой русской пропагандой и часть расчеловечивания украинцев. Кстати, еще момент. Тот же Бэткомедиян многократно делал обзоры на действительно ужасные русские фильмы, которые оправдывают и нацизм, и пропагандируют фашизм. Например, тот же самый фильм про танк Т-34 вроде бы, в котором немцы советов в лагерях сильно-то на самом деле и не пытали, оказывается, ну если судить по этому фильму. Потом эти же самые немцы особо свои лагеря даже не охраняли, видели в советах на самом деле достойных противников, а в конце так и вовсе помирились и пожали друг другу руки. Советский солдат и нацистский солдат жмут друг другу руки на большом экране. Вот это классные фильмы. Странно вот сейчас все это анализировать, ведь там, где я видел буквально в каждой сцене фильма и в каждом кадре я видел намеренное оправдание фашистов, Бэткомедиян видел, ну как бы, мы ж все виноваты. И у вас такая пропаганда, и у нас такая пропаганда. Везде пропаганда, и на Западе, и в Украине, кстати, тоже. И в Америке, кстати, тоже. Ну да, все, наверное, снимают фильмы, в которых с фашистами за ручки ходят и обнимаются. Действительно, блять, ну совсем пипец. Нет, ну серьезно, я часто вспоминаю Бэткомедиана как пример того, насколько тупыми могут быть совкодрочеры. Вот казалось бы, талантливый парень действительно качественные обзоры делает. Но когда речь заходит об фильмах про совок, его аргументы это просто смех и невероятные кринжи. В таких его обзорах я всегда больше смеялся не с его шуток, а с него самого. Это просто выглядело стыдно, кринжово и до невозможности тупо. Хух, я уже, честно говоря, немножечко устал, но на этом я заканчивать не буду. Давайте еще раз пробежимся по сравнению России с фашистами. Ко всему, что я уже сказал ранее, давайте добавим их лозунги «Можем повторить». Мы русские, с нами Бог. Мы самая крутая нация с традиционными ценностями. Надрачивание на традиционные ценности – это, кстати, тоже отдельный пункт, который можно разбирать очень долго. На традиционных ценностях строится не только расчеловечивание украинцев, а и расчеловечивание всего западного мира. Геи, ЛГБТ-пропаганда, то, что в цивилизованном мире давно уже является нормой и признана нормой на всех уровнях, в том числе и научно, в России, в принципе, не то, что не признано, а эти люди, они вообще людьми как бы не считаются. Они настолько не люди, что их всех можно как бы спокойно убивать. Вспомните множественные, уже действительно множественные дела, в которых в России убивали гея или лесбиянку, но их при этом оправдывали в суде, оправдывали за убийство, блядь, тогда как за картинку или сообщение «Нет войне» давали срок на 7 лет и даже больше. Ну, короче, я действительно не могу осознать, насколько сильно нужно иметь промытые мозги, чтобы не замечать даже не сотни, а буквально тысячи сходств. Русские фашисты 21 века, это сейчас просто неоспоримый факт. Если так пойдет дальше и весь мир не остановит Россию прямо сейчас, то русские станут намного, намного, намного хуже нацистов, ибо нацики тоже, как и русские, считали свою расу самой чистой и правильной. Но люто ненавидели они только евреев, к остальным же они просто относились с презрением. А вот нынешние русские сейчас же люто ненавидят весь мир. Больше всего они, конечно, ненавидят украинцев, евреев, американцев и европейцев. Не проходит ни дня, чтобы на федеральных каналах России не обсудили то, с каким бы они большим удовольствием стерли бы всю Европу с лица земли и Америку тоже ядерными ударами. А всех, кто выжил после ядерных ударов, они бы поместили в фильтрационные лагеря. Сука, ну вот серьезно. И вот эти люди, вот эти люди русские, называют себя деноцификаторами и говорят, что борются с фашизмом. В то время как сами они давно уже фашизм даже переплюнули и стали куда более масштабным и ужасным злом. Итак, в 2015, 2016 и 2017 году, придя на YouTube, как я уже сказал ранее, я начал знакомиться с русской аудиторией. И недолго думая, я понял, что русская аудитория очень тупая. Вот конкретно в этом случае я уже, если честно, не хочу сто раз повторять то, что я уже много раз говорил в своих прошлых подкастах. Если вам действительно интересно, посмотрите, например, мой новогодний подкасты 2022. Он идет полтора часа и там я подробно рассказал о том, почему я так считаю. Но вернемся к русской аудитории. Русская аудитория самая тупая, самая охренеть какая наглая и невероятно токсичная. Привожу в доказательства этому простой пример. Не так давно у меня выстрелил видос «Эволюция игр про Чернобыль». Он собрал почти 300 тысяч просмотров. Этот видос зарубежный, все его теги и метаданные английские. Он просто имел русский перевод в названии. В этом видосе я собрал вообще все игры про Чернобыль, буквально все. То есть даже те, где Чернобыль это не основа игры, а лишь ее часть. Ну или даже те игры, в которых Чернобыль можно воссоздать. Ну скажем, например, там есть игра Minecraft, в которой создана карта Чернобыля. Или Garus Mod, в котором тоже создана карта Чернобыля. Ну или разные модификации на другие игры, в которых так или иначе добавляли Чернобыль. Короче говоря, в топе есть вообще все игры, в которых так или иначе упоминался Чернобыль. В общем, сначала этот видос само собой выстрелил на западе и собрал там около 200 тысяч просмотров. Западные комментарии процентов на 90 совершенно спокойные. Люди по большей части пишут, что я проделал отличную работу, добавляют в мой топ недостающие игры, вспоминают другие игры, ну или просто общаются между собой, обсуждая игры из топа. А вот что в своем подавляющем большинстве пишут русские, давайте я вам зачитаю комментарии, которые идут буквально подряд. Где логика? Как та же Cold War связана с Чернобылем? С финальной доп-концовкой? Зачем Майнкрафт вставлял я вообще не понимаю. И где собственно стал крафт? Логика автора зашкаливает, блин. Так Garus Mod это карта с мода. Смешно, мод Lost Alpha вместо T-Original. Где запятые, Карл? Microsoft Fly Simulator это не игра про Припять. Так смешно видеть, что Stay Out приравнивают к Чернобылю. Да и год 2019 и когда вышел он еще в далеком 2010. Мод это игра? Охуеть у тебя логика. В чем прикол показывать моды называя играми? Например, ТЧ на видео сильно модифицированное, а ЗП это вообще аномалии. Где Сота? Microsoft Fly Simulator и Майнкрафт вообще не про Чернобыль. Сталкер тут лишнее. Вообще-то понятие игры про Припять это не отдельные миссии, а игры полностью посвященные ей. Вау, не знал, что Майнкрафт про Чернобыль. С каких пор моды или карты стали считаться полноценными играми? Все что можно и нельзя собрал. Stay Out это вообще не про Чернобыль, там завязка по книге Пикнику обочины. Ну в общем я думаю вы меня поняли. Практически 100%, 100% русских комментариев это наглость, тупость, оскорбление и зашкаливающая токсичность с невероятным ЧСВ. Они все думают, что весь мир им что-то должен, что они самые умные, что они все знают лучше и что они ну просто сверхлюди какие-то. При этом они постоянно упрекают тебя в чем-то, оскорбляют тебя, ну короче наглость просто зашкаливает. И вот такая вот ситуация, она серьезно происходит под каждым, каждым сука видео. Если у меня выстреливает видос с озвучкой, то это тот еще ад. Даже если допустим видос собирает 90% лайков, как минимум 80% комментариев под видео, это сплошной ад тупости, наглости и деградации. И понятно откуда растут ноги у этого ада. Практически все топовые игровые каналы на русском ютубе, сами в эти самые игры они либо вообще в них не играют, либо используют игры тупо как средство заработка. А сейчас многие такие каналы и вовсе превратились в источники ненависти. Буквально в каждой игре они видят повесточку и посылают свои лучи ненависти всему миру. Повестка это кстати еще одна тема, которая требует отдельного внимания, ибо лично для меня все просто. Само собой я толерантный человек, ибо научно доказано, что мы не выбираем ориентацию. Такого понятия как пропаганда ЛГБТ буквально не может существовать, ибо вот лично мне всегда нравились только девочки. Я на все 100% натурал, и у меня даже мысли никогда не возникало о том, что воу, этот мальчик секси, я бы с ним хотел замутить. Это все происходит на физиологическом уровне с самого рождения. Геями не становятся, геями рождаются. Это невозможно никак вылечить, это невозможно навязать, это невозможно пропагандировать, это никак нельзя изменить, ни медикаментозно, ни хирургически, потому что это настолько же естественно, как то, что днем светит солнце, а ночью темнота. Да и в конце концов, хрен с ней, с той пропагандой. Вот что плохого в ЛГБТ? ЛГБТ разве призывает к нетерпимости, может быть убийством или массовым расстрелом? Нет, ЛГБТ как хиппи, лишь бы был мир во всем мире, добро и позитив. Справедливости ради, да, само собой, западный мир иногда перегибает палку с повесточками, но какая есть альтернатива этому? Есть одна сторона ЛГБТшная, а какая сторона противоположная? А? Какую сторону занять все-таки в этом споре? ЛГБТшную, которая, повторюсь, за мир и позитив, с небольшим перегибанием палочки? Или, как это любят говорить, русскую, традиционную, где, например, как в Чечне, ЛГБТ-люди это вообще не люди, их нужно избивать, пытать и даже убивать. Думаю, ответ очевиден, что тут как бы ты либо цивилизованную сторону занимаешь, либо нечеловеческую. Думаю, ответ очевиден, что как бы сильно запад не перегибал палку с повесточкой, он все равно остается цивилизованным человечным западом против насильственной убийственной России, в которой до сих пор актуальна фраза «бьет, значит любит», и в которой, повторюсь, оправдывают убийц, если те убивают геев. Хотя, чему я на самом деле удивляюсь? Сейчас русские массово пишут в комментариях под фотками убитых украинских детей, что не жалко, они бы все равно гееропейцами выросли и в жопу, скорее бы всего, долбились. Так что давайте, ебать, еще побольше ракет на них пошутим, чтобы они там все передохли поскорее. Современная Россия. Тоже, кстати, касается и, например, американской повесточки БЛМ, которая в своей основе, конечно же, несет правильные идеи и ценности. Но зачастую компании в попытке угодить этой повесточке перегибают палочку, совсем чуть-чуть, в то время как в России вообще радикально негативно относятся к любому равноправию. Кстати, про здоровый и нездоровый феминизм я вообще молчу. Весь этот бред типа «мужик должен» или «женщина должна». «Женщина должна» это, кстати, опять отдельный разговор, так как в России, когда идут войны, любят говорить «бабы новых нарожают». Якобы баба обязана рожать. Сейчас в Рашке активно продвигают все новые и новые законы о рождаемости и даже хотят приравнять и Чайлдфри к экстремистам и запретить любые упоминания об этом. Я, кстати, как раз таки являюсь Чайлдфри всю свою сознательную жизнь. И здоровый феминизм я тоже поддерживаю. И хочу, чтобы моя девушка целеустремленно работала, строила свою карьеру, зарабатывала деньги и занималась любимым делом, а не сидела дома с детьми. Но вот опять же, как будучи здоровым современным человеком, можно хоть как-то частично разделять современные взгляды России? Те взгляды, которые Россия называет традиционными ценностями. Ведь Россия это буквально ассоциация с прошлым, давно ушедшим прошлым, с дикарскими законами и деградацией. Кстати, еще, пожалуй, стоит упомянуть культуру отмены, которая, с одной стороны, конечно же, ужасна. Когда человека без доказательств обвиняют в ужасном преступлении и рушат ему жизнь, делая его просто изгоем, с одной стороны, это ужасно. А вот с другой, если же, например, он и вправду это совершил, но избежал наказания, заслуживает ли он отмены? Да, вполне, культура отмены стала своеобразным современным интернет-судом и вполне рабочим инструментом, которого многие начали справедливо побаиваться и меньше совершать преступлений. Или же просто стали уже не так похабно себя вести. Но вопрос, может ли человек пострадать от культуры отмены необоснованно? Да, конечно же может, так же, как он может пострадать и от обычной судебной системы. Или вы хотите сказать, что невинных людей по ошибке или по сфабрикованным делам в тюрьму никогда и ни за что не сажали? Сажали и сажают еще как, и таких вот жертв намного-намного больше, чем жертв от культуры отмены. Так что я к культуре отмены отношусь, ну, скажем, как к естественной эволюции инструментов наказания в обществе. Сейчас, кстати, культура отмены работает активно в Украине, и она правильно работает. Ведь всех мразей, которые поддерживают убийственную войну, нужно отменять. Что, собственно, мы в нашем обществе и делаем. Проще говоря, это естественно в современном мире, в интернете, и зачастую очень эффективно. Ну, а в России к культуре отмены относятся очень-очень негативно. О культуре отмены говорят уже даже на госы СМИ, и говорят, что вот нет, это настолько плохо, что у нас такое не пройдет. Бабы зачастую сами виноваты в том, что их насилуют. И отменять из-за насилия каких-то мужиков мы не позволим, потому что бабы сами во всем виноваты. Короче говоря, сексизм в России процветает на всех уровнях. В общем, ладно, я вообще-то тут про игры говорил, и про то, как огромное количество игровых каналов сейчас устроятся на обсирании всех игр. На высмеивании повесточки во всех играх, даже в тех, где повесточки нет. Проще говоря, расчеловечивание западных интересов и западной культуры идет на всех фронтах. Многие это сейчас делают, наверное, даже неосознанно. Вот даже взять, к примеру, ситуацию с уходом множества игровых компаний, да и не только игровых. Я уже молчу про то, что уход компаний это в любом случае плохо для страны, потому что это как бы уходят инвестиции, снижается качество обслуживания и люди теряют работу. Про это я молчу. Тут как бы просто огромное количество людей лишают того, что они любят. Я думал изначально, что россияне хотя бы это будут защищать. Но нет, они все буквально в один голос на полном серьезе говорят, пффф, капиталистические компании перестали зарабатывать на нас деньги. Так это же здорово, этому нужно радоваться, это же настоящий праздник. Блять, это полный пиздец. Это просто полный пиздец. Я уже не раз говорил в своих прошлых подкастах, что лично меня все вот эти западные капиталистические системы монетизации в играх и не только, они лишь меня вдохновляют, потому что ну как бы люди зарабатывают очень-очень много денег из воздуха. Это круто, я тоже так хочу зарабатывать, я хочу к этому стремиться, я хочу расти. Я с каждым годом хочу зарабатывать больше. Хочу стараться и искать способы заработка, все новые и новые. Мне также интересно разбирать разные сложные маркетинговые ходы игровых компаний с точки зрения менеджмента и извлечения финансовой прибыли. Это интересно, когда я снимал свои топы про игры. Раньше я зачастую об этом и рассказывал. Упоминая ту или другую игру, я всегда говорил сколько она заработала, какие в ней есть уникальные системы дохода, какие рекорды побили разработчики по продажам, как быстро она продалась, как сильно ее любят в мире и сколько тратят на нее денег. Мне были эти факторы очень интересны. В общем, мне это было интересно и я об этом говорил, но зачастую я все равно получал лишь хейт. Но мне было абсолютно насрать. Я просто снимал видео и мне это нравилось. В то время как практически все русские игровые блогеры последние годы, я повторюсь, занимались даже не столь обзорами игр, а обзором новостей про игры и рассказывали о том, как якобы все игровые компании обсираются, как запад сосет и как он загнивает и загибается, как все кругом плохо, как ужасен капитализм, что западу осталось жить недолго, что все они мрази, все они на нас зарабатывают. Ой, в общем, творился полный кошмар. И это ведь началось не 24 февраля, это идет уже давно. И вот казалось бы, запад такой плохой, а капитализм просто ужасен. Ютуб стал настоящей помойкой, а его руководители мрази. Именно такие слова говорили подавляющее большинство всех русских блогеров, когда ютуб заблокировал всю русскую рекламу. Но погодите, ведь это же ютуб, капиталистический вонючий ютуб, который основан на капиталистической системе, именно этот ютуб и сделал из всех вас тех, кем вы собственно сейчас и являетесь. И это именно капиталистический ютуб позволил вам не ходить и гробатиться на заводе, а снимать видосики про капиталистические западные игры, и не только игры. И при этом зарабатывать миллионы, практически ничего не делая. Все это только благодаря западу и благодаря западному ютубу. Так что вместо того, чтобы продолжать обсирать все западное, сам ютуб и распространять повестку ненависти, все такие вот упоротые русские, как зрители, так и блогеры, лучше бы вы взяли и просто отказались от ютуба, и перешли бы на русские отечественные аналоги. Ой, а что такое? Таких аналогов нет, а даже если они есть, то они на долю процента не сравнятся с ютубом. Ну так ебать. Зато это русские творения. Вот берите ими и пользуйтесь, а с капиталистического ютуба проваливайте. Справедливости ради стоит отметить то, что я только что обобщил прямо многих русских блогеров, и сказал, что они вот ну все такие. На самом деле это, конечно же, не так. Нашлись все-таки, конечно же, и нормальные люди, которые трезво взглянули на ситуацию и высказались. Но таких на самом деле очень мало. Подавляющее большинство же либо использовали тезис, а нас-то за что? Либо все просто промолчали, либо как раз-таки заняли типичную радикальную позицию рашистов. Если подвести итог под всем, что я сказал ранее, то можно легко понять, что западная культура, конечно же, не идеальна, конечно же, она далеко не идеальна. У нее есть множество проблем, но в целом она действительно цивилизованная. В то время как русская культура это сексизм, шовинизм, расизм, ненависть, реваншизм и поощрение насилия, и расчеловечивание людей. Как вообще, будучи здравым человеком, можно занимать сторону России? Я просто, блять, не понимаю. Ненавидеть, вернее, не то чтобы ненавидеть, а по-настоящему презирать. Абсолютное большинство всего русского комьюнити, как и всех русских в целом, за их культуру и ценности я начал уже давно, еще задолго до 24 февраля. И, конечно же, к моим словам сейчас можно придраться, углубиться в тему, уточнить, что, конечно же, не все русские плохие, что культура и ценности у русских вполне нормальные и правильные. И да, отчасти это утверждение тоже верно. Я не считаю, что все русские плохие, но к большому, к огромному сожалению, сейчас мы видим то, что не все русские плохие, но подавляющее, подавляющее большинство, значительное большинство именно плохие. Поэтому и обобщение в конкретных тезисах выглядит уместно. И вот, пожалуй, последней для меня каплей этого презрения стал релизы Call of Duty Modern Warfare 2019 года. Как все вы и так наверняка знаете, сюжет Call of Duty 2019 года стал неким аналогом на действия рашистов в Сирии и Украине. Русских в этой игре показали такими, какими они, собственно, и являются. На самом деле нет, ибо там все их солдаты были почти что качками, настоящими машинами, в то время как в реальности они все обоссанные бомжи, дрыщи и старики. А еще в западных играх всегда в сотни раз преувеличивалась мощь России. Тогда как на самом деле, за время новой войны, мы убедились, что воевать они не умеют. Действуют по тактике забрасывания мяса, как и во время Второй мировой, так, собственно, и сейчас они так воевали. Стратегия, это тоже для них не актуально. Они всегда прут тупо в лоб. Современные технологии и мощь, это тоже не про них. Свою мощь они могут показывать только в мультиках и на макетиках. В реальности на поле боя мы все еще не увидели ни одного танка Армата, например. И мы все еще не видели ни одного пуска каких-то супер баллистических ракет, не ядерного толка, которые неоднократно Россия показывала в своих мультиках. Короче говоря, мощь русской армии это просто пшик. И даже те образцы советской техники, которая действительно у них мощная и боеспособная, она, мягко говоря, находится по большей части в ужасном состоянии. Стоит отметить, что всего этого хлама у них, конечно, много, и количеством они на самом деле берут и устрашают. Но их победы вызывают лишь позор, учитывая то, как именно и с какими потерями они были достигнуты. Короче, на самом деле все вот это не столь важно. Вернемся к игре. В игре было показано, что русские солдаты бомбят мирные города, применяют химическое оружие, насилуют женщин, убивают детей, грабят дома, пытают людей, убивают массово людей, расстреливают их, вешают их, и их даже расчленяют. В общем, повторюсь, игра показала правду, правду про российскую армию и в целом русских. Ведь все эти преступления, которые были показаны в игре, они все были настоящими и все они были совершены и все они были доказаны в Сирии. Возьмем самый небольшой пример. В момент релиза игры в сети верстился ролик, как два русских солдата говорят на русском языке, слушая русскую музыку на фоне, одеты в русскую форму, сначала отбивают кувалдой руки и ноги сирийцу, а потом убивают его, отрезают руки и ноги, его труп подвешивают на веревке и расчленяют. В видео они совершенно спокойно показывают свои лица, так что интернет быстро их опознал, нашел их страницы в ВКонтакте, в Одноклассниках, там куча их фотографий, место их жительства, фотографии с ихними родственниками, их биография и даже открытая информация, что они служат в ЧВК Вагнер, что сами они даже собственно и не отрицают. И вот казалось бы, сложно представить более очевидные доказательства, чем это. Но нет, русским насрать, они собственно, как и сейчас, это все просто в тупую отрицали, ссылаясь на то, что это постановка американцев, такая же постановка, как сейчас Буча и Ерпень, или как высадка американцев на Луне. Круче говоря, отрицание действительности и конспирология типичное описание русского идиота. Кстати, таким же фактом является и применение России химического оружия в Сирии и бомбежка мирных городов, есть множество видео сбитых русских самолетов, есть доказательства, раскрытые коробки химоружия с русской маркировкой, есть множество видео с русскими пленными, которых брали в плен тогда еще в Сирии, и кстати, есть даже русские пленные, которые попали в плен как раз таки на месте хранения этого самого химоружия и не только там, есть и такие же видео, как русские пытают людей и расстреливают простых граждан, короче говоря, мы блять живем в 21 сука веке, у каждого человека, где бы он не находился, есть телефон, все преступления легко можно задокументировать и подтвердить, что собственно и было сделано в Сирии, но что же делают русские, да им вообще похуй, они просто все отрицают или же даже вообще поддерживают, какой логикой они руководствуются при этом, хрен его знает, вот давайте попробуем понять, возьмем к примеру бучу или обстрел роддома в Мариуполе, значит там идет война, реальная война, которую никто не отрицает, и вот в роддом попадает снаряд, мы все видим разрушения и пострадавших, что логично, но в голове у русских это все почему-то актеры, как понять, что это актеры, чтобы это осознать, нужно поверить в то, что мне даже сложно это сформулировать, то есть они думают, что это происходит так, прилетает снаряд в роддом, и тут же украинские режиссеры дают приказ, ребята работаем, выезжает огромная группа людей, внимание, в зону боевых действий, куча гримеров, костюмеров, куча персонала, и начинает быстро всех гримировать и снимать, при этом этом вам ведь не съемки про распятого мальчика, тут кругом трупы, все в крови, значит люди должны играть естественно, а значит все они должны быть супер актерами уровня Леонардо Ди Каприо, фух, ну по другому я не могу объяснить, наверное типа в голове русских это выглядит именно так, если считать, что это постанова, то все так, наверное, и должно происходить, при этом же еще ни в коем случае нельзя засветить лишнюю камеру на съемках, и нужно сделать так, чтобы буквально сотни человек персонала никогда не проболтались об этом, и о том, что это все постанова, то есть вот именно так это выглядит в головах у русских, или как-то по-другому, или стоит еще добавить, что и само место взрыва, это еще и место действия, это еще и декорация, наверное, в логике русского человека все это действительно так, потому что, ну вспомните хотя бы видосы с разбомбленными городами Сирии, многие русские тогда, в том же 19-м году, тоже говорили, что все это постановочное видео снято в декорациях, ну короче, Путин с помощью телевизора сделал из русских, ну просто, до невозможности тупых нахуй идиотов, и таких конченых даунов, в России подавляющее большинство, они вообще все просто отрицают, и вот как раз тогда, вокруг колды в Рашке, разгорелась такая волна хейта, что просто пипец, все блогеры, вот буквально все, все ее, эту игру решили бойкотировать, и назвали самой русофобской игрой в истории, при том, что эта игра является самой правдивой игрой про Россию, ну короче, тогда стало ясно, что даже если русский смеется со своей пропаганды, ненавидит Путина, и пытается оказаться адекватным, когда дело доходит до признания своих же военных преступлений, ну или признания хотя бы преступлений на уровне государства, он в тупую идет в отказную, русские кстати любят обвинять в военных преступлениях американцев, но у американцев, в отличие от русских, с военными преступлениями все нормально, они их признают, за военные преступления американцев судят, и потом эти же американцы выпускают про эти военные преступления документальные фильмы, и просто фильмы, которые получают Оскары, и становятся достоянием общественности, как американской, так и вообще общемировой. В общем повторюсь, что релизы колды 2019 года стал для меня своеобразной точкой, я больше не хотел иметь с русской аудиторией ничего общего, плюс еще тогда финансовый вопрос тоже сыграл свою роль, потому что, ну, русские просмотры очень дешевые на самом деле, и в тот же момент я активно начал перестраивать свой канал на зарубежную аудиторию, поначалу я конечно получил много отписок, но забегая наперед, своей цели я добился, в 2020 году я еще проводил разные эксперименты на канале, на канале выходило много видео и на русском, и было много зарубежных видосов без озвучки, а вот в 2021 году уже порядком 90% всех видео выпущенных за год были зарубежные, и лишь 10% русскоязычные. Короче говоря, поставленную перед собой задачу я тогда выполнил, на зарубежную аудиторию я перенастроился, о будущем канала мы поговорим потом, но и сейчас я продолжу. Итак, мы вплотную приближаемся к 24 февраля, 2022 года. За все эти долгие годы мой уровень ненависти к России, если честно говорить, значительно снизился по сравнению с 2014 годом. Если поначалу я был убежден, что Россия это фашистская Германия 21 века, то на момент начала 22 года я так уже не считал. Сейчас-то я уже, конечно же, опять так считаю, и это очевидно, так нужно считать, потому что так и есть на самом деле, но все-таки уровень ненависти он как бы спал. Я пускай не совсем, но начал думать, как Баткомедиан. Да, снова мы к нему вернулись. Мой уровень ненависти к России за эти годы снизился, потому что за все эти годы я не мог понять одного. Если все вокруг говорят, что Россия такая плохая, и вот она нападет, то почему же она не нападает? Ну, действительно, почему она полностью не захватила всю Украину в 2014 году? Ведь тогда она могла это сделать. У нас буквально практически не было боеспособной армии, не было оружия, не было такого уровня западной поддержки. Вот тогда реально можно было даже до Польши дойти. Но Путин тогда не напал. Время шло дальше, и окей, почему Путин не напал в период правления Трампа? Ведь очевидно, что этот поехавший идиот был, если и не полностью пророссийский, то частично, точно. Он говорил, что с Путиным нужно договариваться, что Путин красавчик, что он сильный лидер и делает правильные поступки. Если бы Путин напал на Украину при Трампе, он бы и близко не получил столько санкций, сколько получил сейчас. Да, конечно, Конгресс, обе палаты бы принимали огромное количество санкций, давали бы Украине оружие, но все равно в любом случае такой поддержки, как сейчас, и близко бы не было. И такого огромного количества санкций, как сейчас, тогда бы не ввелось, потому что тогда был Трамп. И вот почему он не напал, когда был Трамп? Ну почему он не напал? Чего же он тогда ждал? Если что, я напомню, что сейчас это все риторические вопросы, потому что ответы мы уже знаем, мы уже их получили. Но до войны я думал именно так. И учитывая все это, я был уверен, что существует условный договорняк элит, которым все выгодно, что никто не хочет тратить деньги и терять связи, и что вся вот эта пропаганда и истерия в России это только для внутреннего потребления, чтобы удержаться у власти. Взять, к примеру, историю с нацистами в Украине. Ну как бы да, у нас есть ребята, которые фоткаются со свастикой на фоне украинского флага. Но такие же ребята есть и в России, и в любой другой стране мира. Вон в США раз в год даже настоящий фашистский марш проходит радикалов и как бы норм. Как я уже говорил ранее, в любом обществе есть ультра-радикалы. Их очень мало. Ничтожно мало, но они есть. И да, они зачастую заряжены мотивацией воевать. Сейчас в сети есть видео с украинскими пленными, у которых действительно есть именно фашистская свастика на теле. Но также есть и куча видео с русскими нацистами, тоже со свастикой. Да что же там говорить, если вот этому идиоту вручили вроде бы звезду героя России. Он много раз давал интервью федеральным каналом. Он публично признавался в том, что он нацист. Он публично призывает убивать людей по национальному признаку. А еще в интернете полно видео, где он, будучи подростком, отрезает головы кошечкам и собачкам. И как бы этот человек, герой России, живет себе совершенно спокойно и хорошо себя чувствует. Бля, ребята, даже у нас таких маньяков, радикалов нет. И это Украина, по-вашему, нуждается в деноцификации? Серьезно? Ну, короче, любому здравомыслящему человеку понятно, что все эти сказки про ущемление русского языка и нацистов в Украине это ну совсем лютый бред, который не выдерживает совершенно никакой критики. Так вот, я думал, что все это Путин тоже прекрасно понимает. Так же, как и понимает, что за несколько недель до войны нам доставили просто хуеву тучу джувелинов и систем энд лав для обороны. И что Путину, ну в любом случае, пиздец. Да и до этих поставок на момент 22 года у Украины была очень и очень боеспособная армия. Эх, а я ведь действительно думал, что вот это все Путин понимает и поэтому он никогда не нападет. Но как оказалось, нет, я ошибался. И он тоже такой же тупой конченый идиот, как и его россияне. Оказалось, что вся эта русская пропаганда не просто работает на внутреннюю аудиторию, а то, что они все и вправду так считают. То есть, как можно годами смеяться с русской пропагандой, а потом резко взять и буквально дословно во все это поверить. Как? Я вот сейчас даже обращаюсь даже к тем людям, которые до 24 февраля такие типа, ну вот у нас пропаганда, да, так далее, а потом такие, опа, и ага, так там оказывается Украина, нацисты, кто 8 лет убил Донбасс, ой, короче, пипец. В общем, случае Путина еще раз наглядно показывает и доказывает, что митинговать нужно, и власти в стране должна меняться, ибо Путин просто поехавший диктатор, такой маньяк, которого даже во время совка не было, там все же были хоть какие-то партийные разногласия. Путин же окружил себя одними только лизоблюдами, которые говорили ему все, что он захочет, и что все хорошо, и что они реально возьмут Киев за три дня, и что никакого оружия у Украины нет, и что там россиян будут встречать с цветами. В путинском диктаторском окружении не нашлось никого, кто бы хоть на долю процента мыслил здраво, и кто бы сказал ему дед, ты че совсем ебнулся, тебе же пиздец, фух. Да в его окружении даже не нашлось того, кто тоже против Украины, как и он, против Запада, но который трезво смотрит на вещи, как например тот же террорист из стрелков, который сейчас почти каждый день ноет, что все пропало, и что руководство России провалило все свои задачи, и жидко обосралось. То есть даже такого человека в окружении сумасшедшего диктатора не нашлось. Вот мы собственно и подошли к 24 февраля. Живу я если что в селе Черкасские Тишки в 10 минутах от города Харькова. Село находится на центральной дороге от границы к городу. В ночь перед войной, как и во все дни до 24 февраля, я был уверен в том, что начнется война. Да, вы не ослышались я, именно что был уверен в том, что начнется война. Вернее не полноценная война, а ее новый виток. Но я был уверен в том, что она на 100% затронет только Донбасс и будет так же как в Осетии. Путин скорее всего ведет еще больше войск в ЛДНР, отвоюет их к своим вымышленным границам, которые он накануне признал, и будет дальше навязывать свою политику. И все. Тогда я даже себе представить не мог, что он настолько тупой дебил, что решится захватить всю Украину. Ну и вот с такими относительно спокойными мыслями я засыпал 24 февраля где-то в 2 часа ночи. И уже ровно в 5 утра я проснулся от того, что в доме начал туда-сюда по многу раз включаться и выключаться свет. Соответственно вся электроника издавала громкие звуки включения и выключения и вот я открыл глаза. Тогда я услышал, что как будто за окном идет град. Это была моя первая мысль, потому что я раньше вживую никогда не слышал звуков арт-обстрелов и не знал с чем это можно сравнить. Но звучание было такое, что каждую секунду раздавались многочисленные удары и дрожал металлический подоконник на моем окне. Мысль о том, что это природный обычный град задержалась в моей голове ненадолго. Так я думал всего 3 секунды. Потом свет окончательно погас и я тут же вспомнил новости, которые были все эти дни. Блять пиздец, этого не может быть. Это что, реально война? Тут же я беру телефон в руки, на нем показано время ровно 5 утра, я открываю твиттер и буквально все новости взорвались. Началась война. Меня тут же начало дико трусить, буквально мандраж по всему телу. Мандраж такой силы, что было даже трудно сообщение писать и вообще телефоном пользоваться. Мама и бабушка тоже проснулись. Мы тут же позвонили родственникам в Харьков, они говорят, что тоже слышат взрывы. Мы были в полном шоке и панике, но решили ничего не делать и просто ждать. Поначалу я все еще не мог поверить в то, что это именно полноценная война. Я сначала подумал, что конченый фюрер решил нанести удар по всем военным и приграничным базам, навести шуму и напугать, но захватить при этом только Донбасс. Ну максимум еще выбить сухопутный коридор в Крым и точка. Вот что я именно тогда думал. Само собой, поначалу мобильная связь у нас была. Интернет работал и я смотрел новости, что по всей Украине происходит лютый пиздец. Трусило меня, кстати, часа два после пробуждения, в то время как обстрелы вообще не прекращались. Я выходил на улицу и буквально у меня над головой пролетали снаряды, которые летели и разрывались в Харькове. Когда я уже более не менее пришел в себя и меня, ну относительно перестало трусить, на часах было где-то 7 часов. Я быстро обзвонил всех знакомых и друзей и понял, что нужно выключать телефон, ибо непонятно насколько это затянется, а заряд нужно экономить. Я выключил телефон и мы начали слышать жуткий рев техники, буквально безостановочный. При этом все время продолжала без остановки работать артиллерия. Я живу недалеко от трассы и в тот момент я решаюсь узнать более подробно что происходит. Я одеваюсь и выхожу на трассу. Если что, полноценно на трассу я само собой не вышел, а дошел до переулка с которого трассу видно как на ладони. И на трассе я увидел эшелоны танков с рашистской свастикой Z. Еще за пару дней до войны в сети уже были десятки фото того, что рашисты в Белгородской области и в Беларуси маркируют всю свою технику свастикой. Так что я сразу понял, что все, мы в оккупации. Время на часах было пол восьмого, потом я пришел домой и сразу же достал телефон, чтобы позвонить снова всем друзьям и рассказать то, что я увидел. К сожалению, сеть уже не работала. Нас глушили или уже были уничтожены все вышки связи. Так что уже в восемь утра мы были отрезаны от всего. В таком шоке мы просидели еще час, а потом начали слышать шум перестрелки где-то на окружной. Там завязался бой. Анализируя вот это видео, это если что, с нашего села, уже сейчас я понял, что там происходило. Изначально, уничтожив наше приграничное КПП, русские действительно думали, что их будут встречать в городе с цветами и прямиком пошли в город. На нашем направлении они действительно не получили никакого сопротивления. Наши военные вовремя ушли отовсюду и заняли оборону города. Русские доехали до окружной, даже поставили там свою технику и расположились даже немножко. Но потом наши ребята атаковали их и подорвали несколько бронемашин, захватили БТР и взорвали четыре танка, поубивав также множество русской пехоты. Если что, видосов и фоток с трупами именно с первого дня боев за окружную в интернете очень-очень много, можете их посмотреть. Трупы русских, кстати, несколько дней так и пролежали, там на окружной их никто не забирал. После такой успешной контратаки наших русские разозлились и усилили обстрелы города. Техника вообще весь день продолжала идти в сторону города и там были ожесточенные бои. В первый день мы лишь два раза вышли поговорить с соседями, потому что было очень страшно. Кругом шли бои, обстрелы и даже летала авиация. Так прошел первый день этого ужаса. Это все же была зима, темнело уже в четыре часа дня, так что положились спать мы рано, но само собой очень долго не могли заснуть из-за обстрелов. Думая о том, как проходил каждый день в подробностях, я рассказывать не буду. Думаю и так понятно, что каждый день это был полный пиздец, местами лютый ад. Буду говорить эпизодно, объединяя многие вещи в одну тему. Итак, начну с того, что поначалу мы вообще не контактировали с русскими. У них была одна цель зайти в Харьков. В первые дни у них это сделать не получилось, но вроде бы на третий или на четвертый день они в большом количестве все же пробили нашу оборону и прорвались в Харьков. Как стало известно потом, наши их сами запустили, а потом взяли в окружение и всех нахрен убили этих мразей. В те дни было убито сотни расшистов, видосов с боем в городе и кучей сожженной техники в интернете, если что полным-полно. Видосов с кучей русских трупов тоже много. Их смотреть прям одно удовольствие. И вот после именно того момента, как они зашли в город и все были убиты, на третий или на четвертый день русские поняли, что город им ну вообще никак не взять. Они сильно-сильно обозлились и начали полноценно окапываться. Начали ходить по улицам, занимать жилые дома, выселять людей, разграбили магазины, склады и кафешки, начали рыть окопы и пилить лес под блиндажи. Тем домам, которые находятся напрямую возле трассы и возле нашего леса не повезло больше всего, потому что все эти дома были ну в тупую просто разграблены. Жители при этом были или выселены, или насильно поселены в одну комнату или подвал. Их имущество было все использовано для постройки блиндажей. Ну или просто разворованы. Серьезно, я может быть когда вернусь туда и когда можно будет там нормально ходить, то может быть я похожу по лесу и сниму для вас пару видео. Не только лес, а и в целом всего нашего села. Там у нас во всем лесу и в окрестностях села этих блиндажей ну их просто сотни. И прокопано множество километров окопов. При том, что все эти блиндажи заставлены кроватями, столами, кухонной мебелью. Стены блиндажей были даже сделаны из шкафов купе и даже из входных дверей. Короче говоря, русские делали себе блиндажи и окопы из всего, что попадалось им под руку. Они выносили из домов людей буквально все. Нам, если что, в этом плане повезло, потому что мы живем чуть дальше от трассы и не так близко к лесу. По нашей улице расисты тоже ходили и много, но залазили они у нас только в те дома, в которых не было людей. Ну и само собой в самые богатые дома, даже если там были люди. Это для них было вообще не проблема. Само собой, они везде грабили, грабили по жесткому, буквально подгоняли зил к дому и выносили все, что там стоит. Стиралку, холодильник, красивую мебель, микроволновки и даже вещи. Не знаю, можно ли то, что я сейчас скажу дальше записать в плюс, но справедливости ради во время своих грабежей в это время в первую неделю нам давали много гуманитарки. Относительно, конечно, ну и давали не совсем нам, но она была, потому что, во-первых, они разграбили вообще все магазины, взяли то, что хотели, а все остальное сказали забирайте местные. Плюс у нас в окрестностях есть и два мясокомбината, есть и также и рыбный комбинат и колбасный. Так вот все, что было там на момент начала войны, они само собой взяли часть себе, все остальное раздали людям, потому что света-то не было и оно бы все и так пропало. В первые дни тем, кто приходил за гуманитаркой, они буквально давали по 3 или даже 4 килограмма мяса, но справедливости ради людей в первые дни приходило очень мало, потому что русских у себя в силе видеть никто не хотел. Серьезно, к ним приходили только, ну, совсем уж какие-то алкаши, отчаянные люди и те, кто действительно был за русский мир. Повторюсь, таких людей было мало в первые дни. Потом уже за гуманитаркой действительно выстраивались очереди, просто потому, что людям было нечего есть. Так что, конечно, все они твари и ублюдки, они пришли на нашу землю, испортили нам жизнь, поубивали людей и все они, конечно же, заслуживают смерти, но вот такие небольшие нюансы с раздачей гуманитарки, пускай и нашей, была, кстати, ихняя гуманитарка, но они тоже были, я вот вам о них рассказываю. Итак, идем дальше. Время шло, проблему с подзарядкой телефона я решил, нашелся сосед это с бензогенератором, но вот проблема со связью все еще была не решена, но пообщавшись с соседями, мы узнали, что неподалеку, как бы странно это сейчас не прозвучало, на кладбище хорошо ловит Киевстар, и что все люди ходят звонить именно туда. Я, конечно же, сразу пошел это проверить, и да, это оказалось правдой, пускай связь была и плохая, но я позвонил всем родственникам, сказал, что мы живы, узнал последние новости и вернулся домой. С едой у нас все это время не было вообще никаких проблем, а вот со светом были большие проблемы, но это само собой очевидно, и с газом тоже были проблемы, ну как сказать проблемы, проблема была одна, это полное отсутствие как газа, так и света. Котел у нас, если что, электрический, и без света он работает только на запальнике, так что, когда ударили морозы, у меня в комнате температура опускалась до 1 градуса, при этом мы спали на полу между стенок, чтобы вдруг чего пережить обстрел и не пострадать от осколков. Короче, это была жопа выживания, но мы хоть не голодали, еще кстати, я 23 февраля как раз был в городе и закупился провизией, как я всегда делаю на месяц вперед, я накупил мясо для отбивных, 2 ведерка мороженого, кисломолочкой затарился и много всего другого купил, и вот чтобы все это не пропало, нужно было это быстро съесть, так что в первую неделю я жрал просто как слон нахрен все подряд, пускай и без аппетита, но жрал, я честно говоря думал, что поправился, жестко поправился, потому что я очень много съел, но когда стал на весы, через неделю после начала войны я охренел от того, что я похудел на 5 килограмм, вот что делает с организмом настоящий стресс, за все время в оккупации я кстати похудел почти на 10 килограмм, в общем возвращаясь к основным проблемам, проблему со связью мы частично решили, первую неделю мы ходили звонить один раз в день на кладбище, телефон заряжали у соседей, а потом внезапно узнали, что связь ловит у соседа на огороде, в доме напротив и начали ходить туда, туда я собственно ходил звонить все оставшиеся дни до освобождения и телефон кстати я заряжал все там же у соседей, за что им конечно же огромное спасибо. Итак, когда расисты в очередной раз поняли, что Харьков им не взять, они начали окапываться не только у трассы, как я вам уже рассказывал, но зашли немного и вглубь села и поставили по улицам блокпосты, один из блокпостов стоял сразу у меня дома, вот если что его фото, из-за чего выходить на улицу стало страшно, а уж тем более выходить с телефоном, потому что расисты часто проводили обыски, забирали и били телефоны, забирали людей в плен и просто издевались. Это если что не было прям массовым действом, насколько я знаю конкретно у нас в селе они никого не убивали, но избиения и похищения были точно. Например, рассказываю два случая, которые лично видел я. В одном из домов на нашей улице живет паренек и вот к нему пришли друзья, они немного выпили и решили пойти поговорить с военными на блокпосте. Как только те подошли к блокпосту, расисты наставили на них оружие, начали издеваться, заставили раздеться и встать на колени. Потом они одного забрали с собой, а второго отпустили. И вот стоим мы с соседями возле двора, идет этот паренек, которого только что отпустили, почти раздетый и в слезах, весь в грязи, потому что стоял на коленях и со слезами на глазах говорит, что меня чуть не убили, понимаете, на колени ставили. Я же ничего не сделал, понимаете, они меня убить хотели. Потом он подошел к нам и попросил пройти домой через соседские огороды. Его пропустили и он ушел. А потом расисты пришли домой к тому парню, у которого они собственно и сидели, этот парень, если что, живет со старой мамой инвалидом, так вот у него они устроили обыски, забрали все деньги, телефоны и его имамы и взяли его в плен. Посадили на подвал, он им чистил картошку, убирал и несколько дней спал на бетонном полу. Потом они его все же отпустили. Он не имел никакого отношения к военным, поэтому с ним все обошлось нормально. Ну а вот военных ребят, которые не успели среагировать и были на гражданке в момент оккупации, они держали все время на подвалах и кого-то даже увезли с собой при отступлении. Там на подвалах их, если что, и били, и пытали. Избиением и пыткам подвергся и наш знакомый, который сам не является военным, а у которого военный сын. Это, кстати, был далеко не единственный случай, когда пытали и избивали даже родителей и простых родственников военных. Короче говоря, жопа была всем, кто так или иначе связан либо с властью, либо с военными. Ну и простых людей тоже, конечно, и били, и пытали. Короче, оккупация это жопа. Второй случай избиения расистами, который я видел лично, произошел где-то на восьмой день войны, ближе к вечеру. Комендантский час еще тогда не наступил, но было уже темновато. На часах было где-то 15.40. Я стоял во дворе, а у меня со двора видно хорошо один перекресток с поворотом на трассу. Тогда я стоял во дворе и услышал, как по улице едет машина. Она проехала возле двора, но на перекрестке ее остановили расисты. Расисты под дулом автомата вывели всех из машины. Там если что ехали одни мужики. Они поставили этих мужиков на колени и начали избивать. Били они их ногами по лицу, по животу и автоматом тоже били. Зрелище было не из приятных. Мужики, если что, эти были не военные, а местные. Ну в общем, я не стал дожидаться конца этого всего и ушел в дом. В общем, военных мы все боялись, но как-то на контакты все же пытались выйти. Я лично ни разу за все время не говорил с расистами, но бывало, что очень близко доводилось проходить возле них. Из тех историй, которые я знаю после того, как соседи общались с расистами, у нас на блокпостах стояли ЛНРовцы. Одетые они были как бомжи, а оружие использовали времен Второй Мировой. И я сейчас не шучу. Они буквально стояли с таким оружием. У одного солдата была поцарапанная винтовка Мосина из Второй Мировой, а у другого ППШ. Блять, реальный ППШ, я не шучу. Такие вот против нас воюют люди. Да. Что же касается отношения ЛНРовцев к нам было разным. Зависят от человека. В основном люди делились на три типа. Первый и самый нормальный это реально очень хорошие люди, которые не смогли, ну или не захотели уехать в 2014 году, которые понимают, что на самом деле происходит, и которые говорили, что все это начал конченый Путин и Россия, что они разрушили наш Донбасс, теперь пришли разрушать оставшуюся часть Украины. И что он в принципе стоит тут с оружием не по своей воле. К нему просто пришли домой и сказали либо 7 лет тюрьмы, либо иди воевать. Выбора короче не было. Я не знаю насколько такие люди были искренними, это уже вам решать, но такие люди реально просили даже иногда у нас телефон позвонить, чтобы связаться с родными и сказать им где они находятся. Потому что им якобы телефон не положено и вообще у них там с дисциплиной все настолько сурово, что короче полный пиздец и диктатура. Второй вид ЛНРовцев был относительно нейтральным, типичный, терпильный. Таким людям вообще насрать кто у власти, лишь бы не стреляли. И они тоже само собой люди подневольные. Их всех заставили идти на войну. Просто взяли зашкварник и заставили. Ну и третий вид ЛНРовцев были самые агрессивно идейные и супер тупые. Всячески проявляли ненависть к нам и говорили, что вы суки наш Донбасс уничтожали 8 лет. Теперь мы пришли вам мстить и вы тут все суки сдохнете. Ну и в конце концов были русские солдаты. Они практически все были негативно настроены. Называли нас хохлами и даже ЛНРовцы у них были ну тупо как рабы. В общем война набирала обороты. Дни шли, а обстрелы не заканчивались. Выстрелы были слышны 24 на 7. Но справедливости ради вот именно по моей улице и соседним не прилетало вообще. Не прилетало вообще до 5 марта. 5 марта прилетел снаряд на нашу улицу и убил соседа. Я не знаю вообще можно ли об этом говорить, насколько это правильно, но ему в каком-то плане можно сказать, что даже немного повезло. Я еще раз подчеркну, что это ужасно. Я не знаю какие слова тут подобрать. Это была настоящая трагедия. Это была первая смерть на улице. Погиб молодой мужик 46 лет. У него было двое детей. Это ужасно. Но при всем при этом ему отчасти немного повезло. Повезло в том плане, что он погиб первый. Первый, кто погиб у нас в селе. И в ритуальных услугах нашелся гроб. Нашлись венки. Короче говоря, нашлось все необходимое для похорон. И даже капачи. Так что несмотря на оккупацию и войну его похоронили по всем правилам. Сразу в гробу и на своем месте. Людей, которые же погибали потом, хоронили уже просто либо на улицах, либо в огородах. Откуда тогда прилетел снаряд, я вот реально, честно, не могу точно сказать. Вернее, я не мог сказать на тот момент. На момент убийства. Ведь с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что русские тут везде. Они всюду поставили свою технику. Техника русских была буквально в нескольких домах от нашего. Они буквально прикрывались нами и само собой наши должны по ним были стрелять. Артиллерия может промахиваться, так что мы все все прекрасно понимаем, что по нам тоже могли прилетать наши же снаряды. Но дело в том, что на протяжении всех 75 дней, где-то в 90% случаев, мы всегда слышали сначала очень громкий выстрел в стороне к городу, а потом сразу же моментальный прилет. Нам все время казалось, что наши стоят буквально вот за лесом. Если что, между нашим селом и городом есть еще одно село Циркуны, плюс большое поле и лес. Мы, так, женой Харькова находимся где-то в 15 километрах, а звук выстрела был слышен так отчетливо, как будто по нам из циркунов стреляют. В общем, снаряд прилетел со стороны города. И если верить местным жителям, которые уже потом нам рассказывали истории, то наши догадки все же были правдивы. Звук был очень близко. По нам намеренно стреляли не наши, а русские из циркунов. Чтобы, я не знаю что, или обвинить в этом наших, что логично, или спровоцировать нас на то, чтобы мы покидали свои дома. Короче, не знаю, но как бы очевидно, что они сами же по нам и стреляли. То же самое сейчас, кстати, часто слышит и Донецк, судя по видео. Я регулярно вижу видео, которые публикуют дончане, в которых слышно выстрел и тут же прилет. Логично, что если бы артиллерия наша стояла дальше, то выстрелов так отчетливо не было бы слышно. До того, как я лично на своей шкуре это не испытал, я думал, что все вот эти массовые обвинения, я подчеркну, именно массовые обвинения в том, что вот русские постоянно всех обстреливают, это все, ну как минимум фейки, ну или просто преувеличение. Ну вот реально, зачем русским обстреливать свои же захваченные территории? Но, так я думал тогда. А теперь-то я понял, что они это действительно практикуют и очень часто. Потому что я на все 1500 и миллиард процентов уверен и могу отличить, когда по нам стреляют с циркунов, а когда по нам стреляют из Харькова. Это очевидно, так что по нам стреляли сами русские практически все время. В общем, первое убийство на нашей улице произошло 5 марта. В тот же день многие уехали, потому что сильно испугались. Уехали в сторону Белгорода. Справедливости рай и выезды действительно тогда еще был. Русские пропускали, люди могли выехать. В Харьков проехать само собой было нельзя, машины расстреливали. А вот на Белгород пропускали, но при въезде было два варианта. Либо вы едете к родственникам или знакомым, которые берут на вас ответственность, либо едете в фильтрационный лагерь для беженцев. Несмотря на обстрелы, я само собой даже не думал о том, чтобы уезжать. Потому что, во-первых, я у себя дома, я многое в этот дом вложил, буквально в прошлом году сделал супер охренительный ремонт по цене шикарной квартиры, плюс тут как бы вся моя жизнь, мое рабочее оборудование, которое я бросить ну никак не могу, ну и в конце концов ехать куда? В Рашку? В страну, которую я буквально ненавижу? В страну, которая начала эту войну? Для меня это было равносильно бегству от фашистов во времена Второй мировой к тем же фашистам, еще и добровольно. Так что, я до последнего оставался в доме. И вариант бегства я даже не рассматривал. Куда угодно, но только не в Россию. Оккупация продолжалась. Где-то на пятый или на шестой день войны я залез на крышу летней кухни, из которой видно хорошо верхнюю часть дороги. Пока я сидел на крыше, я увидел, точно сказать не могу, но как мне показалось, труповозки. Поясняю. Шла колонна машин, шла очень медленно, прямо очень медленно. Машины были грузовыми, и их кузовы были накрытыми белыми тряпками. Обычно в таких машинах и так медленно, насколько я знаю, по фильмам, сериалам и банальной истории перевозят только трупы. Само собой, сами трупы я не видел, но я считаю, что это были именно труповозки. Сколько таких труповозок везли свое удобрение обратно в рашку, я точно сказать не могу, ибо тогда я на крышу поднялся всего один раз, и это увидел, а были ведь и другие дни. Но именно в тот момент я насчитал пять машин. Эх, война продолжалась дальше, и вот в один день, это был если что пятнадцатый день войны, практически все русские взяли и внезапно исчезли. Опустело практически все. Снялись блокпосты, пропала закопанная техника, лес опустел, километровые окопы и построенные блиндажи тоже. Поначалу мы даже обрадовались и подумали, что это конец, серьезно это конец, все свобода. Но когда вышли на трассу, поняли, что нет, это не конец. Блокпосты на трассе все еще стояли, техника там все еще кое-где была закопана, артиллерия вообще никуда не делась, а ее стало даже больше. Короче говоря, отступила обратно в рашку только практически вся наступательная техника и основные силы наступательной пехоты. Как мы узнали потом, именно тогда они поняли, что Киев за три дня им не взять. Даже Харьков им никак не взять и даже не окружить. Селенок мало, русские мрут как мухи, так что тут без вариантов. На пятнадцатый день они это осознали и начали менять свои планы, перебрасывая наступательную технику на другие направления. Мы снова почувствовали свободу, ибо блокпосты сняли и русские по улицам уже почти не ходили. Мы могли спокойно теперь передвигаться по улицам, ходить к соседям, узнавать новости. Тогда у нас у всех была надежда, что все это скоро закончится, это начало уже заканчиваться, но к сожалению такой позитив продлился недолго. На девятнадцатый день войны снаряд прилетел мне в огород и осколками разбила часть окон. Кстати, сейчас это прозвучит очень пафосно, но это правда. В тот день я сам чуть не умер. Дело в том, что в момент прилета я был на кухне. Сначала я услышал свисты, сразу нескольких снарядов, которые сразу же начали взрываться друг за другом. С разницей буквально в несколько миллисекунд, взрывов было пять, они были так близко, что я просто охуел. Это было максимально близко, так близко еще снаряды никогда не падали. Весь мой дом дрожал. В тот же момент, когда взорвался последний снаряд, я дурачок решил выглянуть в окошко и узнать, куда же все это попадало. Насколько близко были эти взрывы? Куда это прилетело? Я выглянул в окно, посмотрел по сторонам, не увидел ничего и вот буквально только я отхожу от окна. Буквально секунда прошла, как я повернулся от окна, я сделал один шаг, как тут же начинают падать крупные одиночные снаряды и первый же снаряд попадает мне в огород и большой осколок влетает в то окно, у которого я только что стоял. И это просто, блять, охренеть. Ведь с того момента, как я отошел от окна, прошла секунда, ну может быть две. Если бы я продолжил стоять у окна, то я бы сейчас тут этот текст не записывал. Осознавать все это, конечно, очень трудно. Это как будто я опоздал на самолет, который разбился. Охренеть. Буквально доля секунды и все, я бы умер. Короче говоря, тогда я прям жестко испугался и испугался я не только за себя, но и за мою технику, за мое оборудование. Дело в том, что до этого самого прилета в огород я ничего не прятал. Мой комп, как стоял в комнате, так и стоит на столе. Огромный 65-дюймовый OLED-телек за 100к, как стоял на стене у окна, так он и стоит. А ведь если бы такой осколок залетел в комнату с телеком, то тогда телеку пришла бы жопа. Короче говоря, тогда я очканул по всем фронтам и понял, что все нужно прятать. Тогда же я потратил весь день, чтобы собрать все свои коллекционные фигурки, все оборудование, всю электронику, распихать все по коробкам и попрятать под стол или еще куда-то, чтобы хоть как-то спасти все это от осколков. 19-й день войны был самым страшным, и это было только его начало. Потом стало еще страшнее, но и немного приятнее. Дело в том, что свое день рождения в прошлом году я отмечал в шикарном месте, в потрясающем ресторане Коляда. Рашисты из этой самой Коляды сразу же сделали себе штаб, и там же где-то во дворе у них был склад БК. Так вот, в ночь на 20-й день войны наши точечным обстрелом уничтожили склад БК, и собственно эту самую Коляду с кучей Рашистов внутри, и несколько домов, в которых Рашисты окопались поблизости. Это была прям филигранная работа нашей артиллерии. Много орков превратились в жареный фарш в тот вечер, но жалко, конечно, что при этом и вся Коляда полностью сгорела. Вот так она, кстати, выглядит сейчас. Война продолжалась, основной штаб орков был уничтожен, но один из штабов оркова все еще находился в соседнем магазине. Там они, если что, ремонтировали технику, и еще они заняли почти все дома по дороге на Петровку. Ну и блокпосты, само собой, там тоже стояли. Гуманитарку нам раздавали раз в две недели, да и то зачастую это было всего лишь килограмм муки на человека, которую они, опять же, перемалывали в липцах, а не везли из России, то есть это была наша гуманитарка. Ну или помимо муки нам еще могли дать кусок мяса. Впрочем, проблем с питанием лично у нас на самом деле не было, потому что мы все-таки живем в селе и можем жрать тупо картошку. Отношение местных к русским было разным. Большинство людей, конечно, были за Украину и радовались смертям вонючих орков. Но были также и те, кому насрать какая власть, лишь бы не стреляли, и те, кто вообще был за русских и даже подкармливали их. Впрочем, даже такие люди ближе к моменту освобождения поменяли свою точку зрения. Не факт, конечно, что они это сделали искренне, но все же они это сделали. После жуткого и страшного 19 дня войны в следующие 15 дней особо ничего не происходило. Регулярные обстрелы 24 на 7, бессонные ночи с выбитыми окнами и морозами, обстрелы порой были настолько сильными, что часами велся огонь из всех орудий. Каждую секунду было слышно по одному и иногда даже по два выстрела. Канонада была ужасной, плюс еще работали РСЗО и была стрельба из всех орудий. Короче говоря, ночи порой были адскими и поспать не получалось от слова совсем. И вот где-то ближе к 40-ому дню войны внезапно наши проводят очередную филигранную работу артиллерии и точечным попаданием уничтожают несколько домов, в которых было полно орков. В ту ночь, думаю, все село слышало, как орки кричали в горящем доме и сгорали заживо. После той ночи, пересчитав, наверное, большие потери, на следующий день весь состав был выведен со Славутича вместе со всей техникой. А еще через день все орки ушли с улиц и освободили все дома, которые они до этого занимали. Тогда мы снова подумали, что все, это конец, потому что на наших улицах и даже трассе орков не было вообще. Мы думали, что нас или освободили, или мы находимся в серой зоне. Тогда я решил пройтись по трассе ближе к Харькову и сразу же увидел, что на ближайшем блокпосту все еще стояли орки и там все еще была их техника. Плюс, к сожалению, все еще работала артиллерия и артиллерии все еще было много. Но все же кое-что изменилось, а именно сменилась их тактика. Теперь они чаще стали использовать САО и кататься по разным улицам. Они действовали так. Приезжало, например, 5 САО, занимало позиции рядом с нашими домами, отстреливалось по 4-5 выстрела каждая и сразу же они уезжали. Так же делали и грады. Приедут, станут прям посреди дороги, отстреляются и сразу уедут. И после того, как они уезжали, через буквально 2-3 минуты прилетала ответка от наших. Вот это уже действительно стреляли наши. Потому что, во-первых, ответка была логичной, а не хаотичной. А во-вторых, звук выстрела либо не было слышно вообще, то есть стреляли издалека, либо он был отдаленным. Такой период обстрелов продолжался следующие дней 15 войны. За это время нашей ответкой по нашим же улицам было нанесено много ущерба. Но, к счастью, именно вот на наших улицах никто особо не пострадал. Но окна теперь в моем доме были выбиты теперь не только со стороны огорода, а и со стороны улицы. Короче говоря, шел где-то 50-й день войны. И с каждым днем как морально так и физически становилось все сложнее и сложнее. Вы наверное меня спросите, а чем я все эти 75 дней занимался без электричества и интернета? Ну могу сказать, что зачастую ничем. Тупо лежал и смотрел в потолок или ходил по двору прислушиваясь ко взрывам и перестрелкам считая выстрелы и взрывы. Но если в мой быт в оккупацию углубиться поподробнее, то могу сказать, что первые дни они конечно же были самые трудные потому что первое была зима. нечего. Кругом был снег и морозы. Второе темнело уже в 4 часа так что приходилось рано ложиться спать. Уснуть было сложно и приходилось по 5-6 часов каждый день тупо лежать в одежде под одеялом и слушать выстрелы находясь при этом наедине со своими мыслями, страхом и стрессом. Третье до последнего мозг отказывался верить в происходящее. Первые пару недель я был искренне уверен что скоро все закончится поэтому просто тупо ждал. Ну и четвертое в первые дни русских вокруг было больше всего поэтому и страх был максимальный. Так что да первые дни были самыми адскими а уже к концу марта и особенно в апреле и мае стало ну немножечко полегче. потому что пришла весна и можно было найти себе занятие например уборка возле двора во дворе рубание дров посадка огорода ну и в конце концов просто прогулки гулять конечно было страшно все таки как никак шили везде обстрелы но интерес был сильнее так что мы с соседом неоднократно после основного отступления расистов ходили в лес лазили по их блиндажам видели подбитые танки и грады кстати у Сергея Стерненко есть видео возле подбитого танка в нашем лесу я если что тоже там ходил ну и кстати само собой мы все это время общались с соседями я каждый день просыпался кушал и шел сначала к одним соседям за новостями потом обзванивал друзей и родственников потом шел к другим соседям потом приходил домой что-то делал и шел снова к соседям так собственно и прошли все мои 75 дней в оккупации одни из самых хороших моментов были новости в конце марта и начале апреля когда мы узнали что орки отступают из Киева Сум и Чернигова и еще очень хорошие новости появились где-то на 55 день войны тогда ближе к концу апреля началось контрнаступление наших под Харьковом как раз таки в сторону наших сел и практически сразу были освобождены Малая Рогань Ольховка Бобровка Кутузовка и другие еще через неделю была освобождена Русская Лозовая и Черкасская Лозовая тоже бои кстати за эти села были очень ожесточенными если что Русская Лозовая с нашего села видна очень хорошо так что за всем этим мы наблюдали так сказать воочию освобождение же нашего села к сожалению затянулось ибо у нас все таки было самое сложное направление наши ребята сначала освободили все села по левую сторону Тишков а потом все села по правую сторону и орки оказались почти что в окружении они перебросили на наше направление дополнительные силы взорвали все мосты вокруг села чтобы нашим было сложнее подходить но это все им не помогло кстати думаю где-то за 10 дней до освобождения нашего села орки поняли что им конец и началась новая волна мародерства они ходили по домам снова грабили пустые дома людей хоть хорошо что не трогали и очень интенсивно в этот момент начали вывозить зерно у нас в селе есть целых два зернохранилища и вот они их полностью ограбили и вывозили они еще при этом всю сельскохозяйственную технику и еще оборудование со складов и производство проще говоря орки занимались любимым делом грабили и уничтожали но в один прекрасный вечер когда я был во дворе я начал слышать как движется на всех парах огромная колонна техники танки и бронемашины и их вдогонку обстреливает арта попутно слышно крики скорее всего отступающей пехоты артиллерия тогда крыло их очень хорошо плотно я бы сказал колонна прошла но все равно на перекрестке остался шум какой-то техники он не прекращался час второй третий наступила ночь а техника все еще гудела мы не могли понять что происходит и техника в итоге так прогудела всю ночь я проснулся и техника все еще гудела интерес меня переполнял и я решил пойти посмотреть что же там происходит когда я вышел на перекресток трассы я увидел там подбитую БТР с включенным двигателем все двери были открыты и даже оружие брошено как я понял потом это орки отступали их подбили они побросали технику или пересели на другую и сбежали тогда я был уверен что это ну на 90% точно выглядит как бегство и что скоро все должно закончиться и в итоге так оно и оказалось в этот же день в 3 часа дня наши войска зашли в циркуны до наших тишков они в тот же день все еще не дошли но русских у нас уже не было соответственно люди сами начали ходить спокойно с тишкова в циркуны и обратно путь был открыт тогда в первый день освобождения было несколько случаев когда люди не дожидались разминирование дороги и рванули в город и подорвались на минах так что сразу в день освобождения 8 мая это если что было я еще сидел дома 9 мая тоже был дома происходило разминирование и зачистка и вот уже 10 мая я взял свой комп один монитор мышку клаву наушники пару трусов пару носков и пару футболок и вместе с соседом выехал в город когда мы подъехали к циркунам и увидели там блокпост наших военных это был наверное один из лучших дней в моей жизни наконец-то 75 дней ада и вот я уже почти на свободе я смогу наконец-то нормально принять душ поесть выспаться зайти в интернет связаться с родственниками и друзьями ура я так долго этого ждал кстати я вам еще не рассказывал о том что за все эти дни оккупации у нас там были и такие случаи что или это местные или ДРГ резали русских что само собой правильно и разумно так как они грязножопые оккупанты которые пришли на нашу землю и должны быть уничтожены орки находили трупы своих вояк на блокпостах и даже в канавах были также и расстрелы оккупантов орки потом проводили обыски и искали охотничьи ружья или любое другое оружие у местных потому что это в основном были диверсии еще они искали любую украинскую символику или военную форму многих они после обысков забирали в фильтрационные лагеря в моем случае я повторюсь что мне повезло что моя улица находилась в глубине села и далеко от места их базы и даже от их блокпостов и даже далеко от трассы и даже от леса поэтому после 15 дня войны когда орки сняли блокпост возле моего двора мы больше с ними практически не виделись итак вернемся к освобождению мы доехали до первого блокпоста увидели наших военных обрадовались и поехали дальше чем ближе мы подъезжали к окружной тем больше вокруг было взорванной русской техники танки, БТРы, бронемашины, ЗИЛы весь этот хлам стоял разбитый на трассе или валялся в кувете потом мы подъехали к окружной увидели северную салтовку и само собой офигели конечно нам рассказывали что война везде и что по всей стране много разрушений а наша северная салтовка и вовсе почти полностью уничтожена но рассказы это одно а когда ты видишь впервые за 75 дней войны все это воочию то эмоции конечно переполняют это был ужас при том что это был ведь первый день освобождения никто еще ничего не убирал и когда мы проехали окружную и въезжали в город то разбитой русской техники возле города было еще больше через дворы мы проехали через салтовку остановились на блокпосту на героев труда я вышел из машины достал телефон открыл первым делом аналитику ютуба само собой потом инстаграм и твиттер потом позвонил сестре сказал что я выехал мы свободны положил трубку и потом даже немного расплакался 75 дней без света тепла интернета короче без всех благ цивилизации и под постоянными обстрелами и в постоянном страхе и вот наконец свобода долгожданное освобождение я был невероятно счастлив 10 мая я запомню этот день на всю свою жизнь ну что ж идем дальше ведь как оказалось самое страшное если можно так сказать было впереди когда я выезжал я был счастлив я думал что скоро ну по крайней мере на нашем направлении все закончится и обстрелы прекратятся мой дом устоял единственное что мне нужно было сделать это поменять окна и потом я смогу вернуться туда и жить мои мама и бабушка даже остались там дома они не стали выезжать и думали дальше смотреть за домом и копаться в огороде но если наши военные все это время стреляли из артиллерии редко но метко за все 75 дней войны на нашей улице был разбит попаданием только один дом а на соседней только 4 дома все это за 75 дней войны то вот орки стреляли куда попало не жалея никого и выпуская буквально сотни снарядов против наших 30 снарядов и соответственно после того как орки отошли ближе к границе они начали обстреливать наше село из всего что только можно так что повторюсь за все 75 дней войны на нашей улице был разрушен полностью только один дом а на соседней 4 само собой по силу в целом разрушений было больше это я говорю только за свои улицы за 75 дней войны на наших улицах было разрушено 5 домов повторюсь за 75 дней войны а вот с момента как я выехал 10 мая и по 22 мая на моей и соседней улице сгорело и полностью было уничтожено больше 10 домов всего за 10 дней проще говоря орки после отступления начали просто ровнять все с землей при том что военных у нас в селе не было вообще наши даже блокпостов в тишках не ставили два блокпоста наших были только в циркунах так что орки целенаправленно били по мирному населению и уничтожали все делая село буквально непригодным для жизни 22 мая в панике мне позвонила мама и сказала что все вокруг горит почти все соседи выехали каждый день ужасные обстрелы которые не идут ни в какое сравнение с теми что были все эти 75 дней так что мама сказала пожалуйста забери нас отсюда нам очень страшно позвонила она мне где-то в 5 вечера мне повезло я сразу же нашел номер военных позвонил им и они сказали что готовы забрать маму и бабушку прямо сейчас я попросился поехать с ними чтобы забрать еще немного своих вещей и оборудования они разрешили в 8 часов вечера мы встретились на героев труда и поехали когда мы заехали в село много где поднимались из столбы черного дыма от пожаров было уже сильно темно мы приехали ребята сказали что у нас буквально 10 минут на сборы повезло что они были на достаточно большом бусе который был пустой так что я быстро закинул в машину свой олед телек большой монитор колонки немного вещей собаку и мы уехали успешно уехали сейчас мы все живем у сестры с тех пор после того как мы все уехали новости о том как обстоят дела в нашем селе получать крайне сложно если на момент моего выезда село было разбито ну наверное процентов на 3-4 то на сегодняшний день оно уничтожено процентов на 60-70 а людей там практически уже не осталось насколько я знаю именно в черкасских тяжках если не брать в расчет за речку то в тяжках осталось ну максимум человека 3 может 5 люди там живут но простых людей туда не пускают от слова совсем потому что там или идут бои постоянно или постоянные артобстрелы мы регулярно стараемся держать связи с военными и помогать военным и вот за все это время меня за дядей на машине пропустили домой только один раз это было 18 июня почти через месяц после того как я вывез оттуда маму и бабу мы приехали домой разрушений за месяц стало там еще больше и у меня возле дома тоже были новые прилеты осколки снова выбили окна которые были забиты и влетели в дом побили кухонную мебель рамы и потолок но возможно как бы странно это не звучало это меня и спасло от мародеров потому что считайте весь месяц пустой дом стоял с выбитыми окнами но ничего из дома не пропало тогда как в огороде была оборвана вся желтая и красная черешня мне кажется что мародеры по двору все таки ходили мародеры наверное заглянули в окно увидели раскиданные вещи открытые тумбочки они увидели эту разруху и подумали что там наверное уже нечего брать и ушли возможно это было так а может и нет может как таковых мародеров у нас там на самом деле нет потому что там уже как бы вообще людей нет в общем это уже на самом деле не столь важно главное что дом целый месяц простоял открытый и никто туда не залез поэтому когда я приехал домой с дядей 18 июня я забрал комп друга всю свою коллекцию фигурок много шмоток зимние курточки картины микроволновку электрочайник короче говоря много чего забрал мы доверха нагрузили машину и уехали и вот с тех пор с 18 июня я снова жду момента чтобы попасть домой хотя бы на часик но на момент 5 августа такой возможности все еще нет а там осталось еще много всего практически вся моя жизнь эх я вот сейчас говорю что там много всего у меня осталось но я ведь уже больше месяца даже не знаю а стоит ли мой дом сейчас вообще или там уже все очень плохо я этого не знаю так что мне остается только надеяться на лучшее но уже сейчас можно сказать что я потерял дом ибо дело идет к зиме если до зимы хотя бы на нашем направлении все не закончится то дом зиму просто не переживет от мороза полопаются трубы сырость уничтожит ламинат и стены в дырявую крышу затечет вода промокнет потолок короче говоря жопа и мне бы не было так обидно если бы в прошлом году я бы не сделал шикарный ремонт который обошелся мне в 50 тысяч долларов если что человек по большей части бедный был раньше я говорил что моя зарплата была не больше 100 максимум 300 долларов но за последние годы я добился больших успехов и смог себе такой ремонт позволить и вот я даже года не успел там прожить и все практически уничтожено а с учетом военного времени доходы упали в разы вся моя жизнь буквально рушится и пока что никакого просвета во всем этом пока нет и блин это я вот сейчас на свою жизнь жалуюсь я понимаете я тот самый человек который два раза с момента освобождения побывал у себя дома и забрал много ценных вещей и у меня все в семье живы и я тоже не пострадал а миллионы украинцев и вовсе ничего из дома забрать не успели и были вынуждены уехать десятки тысяч погибли теперь у буквально каждого украинца есть или родственник или просто хороший знакомый который как-то пострадал или вовсе погиб на войне этой долбанной войной вы русские твари создали столько ненависти даже если ваш фюрер сдохнет как минимум следующие три поколения украинцев будут вас ненавидеть всем сердцем и душой и люто презирать как же у меня горит от тупых идиотов которые говорят вот в украине нет свободы слова все русские каналы закрыты пойди вон попробуй выйти с русским флагом на майдан высоко вот сейчас серьезно это говорите вы блять фашисты ебаные нацики 21 века все русское сейчас ассоциируется с убийством насилием разрушенными жизнями и разрушенными городами и вы только вы во всем этом виноваты блять вы только вдумайтесь в это пришел русский солдат с русским флагом к украинцу убил его детей изнасиловал и убил жену сжег дом и ушел потом идет этот украинец по киеву и видят идет какой-то идиот обвернутый тем самым русским флагом как по-вашему этот украинец должен его встречать в щеку что ли его блять целовать логично что русофобия не только в украине а я во всем мире она сейчас на все сто процентов оправдана потому что вы настоящие фашисты 21 века и от этого клейма фашистов ближайшие десятилетия не избавитесь не вы не ваши дети в будущем мы увидим множество фильмов об этих событиях игр и документалок как бы эта война не закончилась история вас запомнит как расистов наследников фашизма убийц и маньяков ах да вы еще судя по всему официально скоро станете стороной спонсором терроризма в общем вот мы и подошли к сегодняшнему дню и к будущему моего канала когда я вернулся с оккупации начал смотреть новости и узнавать как русские блогеры реагируют на войну и я ничуть не удивился кстати потому что я прекрасно помню зверства расистов в сирии которые все максимально очевидны и легко доказуемы тогда как минимум 90 процентов всех русских тогда это тупо отрицали так что собственно и сейчас какая-то часть русских тупо все отрицает и этому удивляться не нужно буча ирпень салтовка мариуполь все трупы все это по их мнению просто постанова такая вот часть русских которая действительно думает что это постанова это тупые овощи а вот другая часть уже более идейная они ничего этого не отрицают а даже наоборот призывают убивать еще как можно больше украинцев и вообще они убеждены что воюют не с украиной а с западом само собой есть и адекватные русские которые все прекрасно понимают и которые сбежали из россии ну или продолжают просто охуевать от происходящего там но таких мало смотря на все это мой и без того высокий уровень ненависти к русским и русскому комьюнити многократно усилился особенно сильно меня накрыло после многочисленных просмотров русских именно игровых блогеров которые занимают позицию в стиле ребят давайте без политики ухать и западные компании наводили против нас санкции запретили продавать свои игры на нашем рынке ну а в чем же мы простые игроки виноваты за что же они нас так не любят зачем они нас лишают игр зачем вообще санкции против простых людей это же все путин виноват и да сука да они все такие тупые я повторюсь что русские это равно фашисты 21 века работать с русскими платить налоги русскому рынку это тоже самое что спонсировать фашизм спонсировать войну поэтому и уходят все компании работать с фашистами никто не хочет и нести репутационные риски тоже русские очень часто используют аргументы игры фильмы спорт и многое другое должно быть вне политики и вот как раз все вышеперечисленное происходит именно поэтому потому что в то время когда вы хотите чтобы это было вне политики в реальном мире не существует ничего что может быть вне политики все что нас окружает это политика твое здоровье это политика цены на лекарства это политика цены на еду это политика цены на коммунальные это политика развлечения это тоже политика твои удобства это тоже политиков все политика все что нас окружает это политика если человек так не считает то это очень тупой человек и такая вот тупость огромной части россиян и привела нас к тому что мы сейчас пожинаем. Вы русские, вы часть государства, вы народ, вы политика. Народ ответственен за тех, кто приходит у них в стране к власти. Вы все соучастники, вы все виновны. Не бывает такого, что давайте вот введем санкции только против тех, кто за Путина. Остальных оставим в покое. Нет, вы граждане своего единого государства. И ваше государство превратилось в фашистское. Так что вот мы и имеем то, что имеем. Хух, как же много я уже наговорил. В общем, ситуация со сталкером вторым стала для меня, наверное, новой последней каплей во всем этом болоте идиотизма русского мира. Я просто на секундочку представил, как выходит игра. Я снимаю по ней много разных топов, хвалю игру, рекомендую ее, восхищаюсь ею. Видосы собирают сотни тысяч просмотров и на мой канал просто совершают атаку тысячи руснявых идиотов, которые извергают адовые лучи ненависти ко мне и к игре и к разработчикам. Я как представлю, сколько мразей потом нужно будет регулярно отправлять в бан, мне аж жутко становится. Поэтому я собрался с мыслями и на самом деле долго не думая, рассмотрел еще варианты того, что первое. Скорее всего Россию скоро признают спонсором терроризма и тогда про ютубы в рашке и вообще играх для России можно будет просто забыть на очень и очень долгий промежуток времени. Второе, даже если рашку не признают спонсором терроризма, доход от русских просмотров вернется ох как не скоро, ибо санкции снимут и еще не скоро. И какой смысл тратить пару дней на создание русских видео, если доход с них в любом случае будет ноль. Ну и третье, даже если опустить первые два пункта, думаю ютубы в России в любом случае скоро заблокируют. Об этом уже много говорят, сейчас они вовсю пытаются раскачать свои аналоги ютуба, будь то рутуб или вконтакте видео, так что думаю блокировка ютуба в России это лишь вопрос времени, тем более что ютуб почти забанил уже все федеральные каналы, хотя наверное даже не почти, а вообще все, забанил Соловьева, забанил фашиста Пучкова и думаю что в скором времени ютуб забанит еще кучу русских фашиков с многомиллионными аудиториями и эти фашики куда-то перейдут и скорее всего будут развиваться вконтакте, в то время как ютуб окончательно прикроют в России. Так что повторю еще раз, думаю блокировка ютуба в России это неизбежно и после того как ютуб заблокируют, очевидно что как минимум 70 процентов русских зрителей сразу уйдут, потому что среднестатистический человек просто примет действительность и не будет ставить никакие VPN. Тем более что за VPN тоже собираются карать и даже судить, такие дела. Так что если подвести все итоги и взять в расчет мою ненависть к русским, будущее игровых видео на русском, признание России страной спонсором терроризма и блокировку ютуба в России, то я могу сделать вывод, что нет больше вообще никакого смысла делать видео на русском. Тем более что это у меня зарубежный канал, так что я решил сейчас сконцентрироваться на том, что получается у меня лучше всего. Это именно зарубежные видео, топы, тесты производительности и живая съемка, геймплея с OLED телеком и моего монитора. А видео с озвучкой если будут выходить, то будут выходить на украинском. Я если что еще где-то с 2010 года фильмы смотрю только на украинском, сериалы стараюсь тоже, компьютер, программы, телефон, соцсети, у меня тоже все на украинском. Так что у меня вообще никогда не было никаких проблем в переходе на украинский. Большинство каналов на ютубе, которые я смотрел еще до войны, тоже кстати были украиномовными. Так что еще раз повторюсь, что я с удовольствием могу перейти на украинскую мову. Ну и еще я могу добавить то, что несмотря на весь вот этот мой монолог, я все же нормально отношусь к адекватным русским. Например, Бэткомедиан, он действительно тупой идиот, даже очень тупой. Тот еще совкодрочер с диагнозом. Я согласен на все 100% с видосом загону кинуманев про Бэткомедиана. Но несмотря на все это, все-таки Бэткомедиан, он против войны. С такими как он можно вести диалог, можно договариваться и сотрудничать, ну или например Кац. В его случае я наоборот на все 100% не согласен с видосом загону кинуманев. Я считаю, что именно он много фактов в том видосе перекрутил. А за украинцев, которые пишут злобные комментарии тому же Кацу, мне и вовсе, если честно, стыдно. Помню, я совсем недавно зашел на страницу Каца в твиттере, и там Кац написал, Путин напал на Украину, а сотни идиотов его агрессивно начали исправлять в комментариях. В Украину. В Украину. Эх, как бы да, в Украину, но не в этом случае. Серьезно, вы сами вдумайтесь в эти слова. Напал в Украину. Напал в Украину. Нападают на кого-то, а не во что-то. Само собой, когда говорят об Украине, правильно говорить в Украине. Но тут он пишет напал на. Ну, короче, на самом деле это мелочь, но порой прям действительно немного даже стыдно за ребят. Русофобия это, конечно, хорошо, но у некоторых людей она настолько зашкаливающая, что мешает людям мыслить здраво. Поэтому, ребят, будьте попроще. Еще могу привести один личный пример. Как только я выехал с оккупации, я записал небольшое видео на русском, в котором рассказал все как есть без особых оскорблений кого-либо и даже русских. Но только лишь за мои слова, что мол, это была оккупация, мне русские накидали 50% дизлайков под тем видео и написали, что я нацик, лучше бы я сдох. Это была не оккупация, а освобождение. И вот казалось бы, ну типичные русские фаршики, ничего удивительного. Но парочку соотечественников тоже отличились и написали мне комменты в стиле Какой же я мудак. Сам пережил оккупацию и при этом продолжаю снимать и говорить на русском. Ну не мразь ли я после этого? Ну или вот еще супер тупой пример. В одном из своих очень популярных видосов, который собрал уже почти миллион просмотров, я говорю, что хотел бы в будущем увидеть в Assassin's Creed сеттинг русской империи. Это было бы круто. Этот самый видос собрал много просмотров с момента начала войны. Мне реально около уже 50 человек, уже даже в личку, написали, что Блядь ты мудак, конченый сука мудак, дождался своей русской империи в Харькове, доволен теперь, тварь? Ну реально прям столько ненависти в комментариях, что ну я офигеваю. Блядь вот при всем уважении к соотечественникам, когда вы такое пишете, вы во-первых сильно позоритесь, а во-вторых мало чем отличаетесь от тупой русни. Ведь давайте разбираться в этом более детально. Мы по факту были когда-то русской империей. Да, для нас это была оккупация, это был тяжелый жизненный период для нашего народа. Но тем не менее, этот период истории происходил на нашей земле. И мне чертовски интересно, как бы выглядел, скажем, тот же Киев в Assassin's Creed, времен начала 20 века. Повторюсь, что это часть нашей истории. Вы же все наверняка смотрели потрясающий сериал Чернобыль, который показывает советское время. И что вы из-за этого сериал ненавидите, мол, блядь, советское время показывает, мразь. Или вы же все смотрите наши современные уже фильмы, которые показывают ту часть истории. Так вот, это то же самое. Я просто хотел бы увидеть игру в таком историческом сеттинге. Как вообще это делает из меня пророссийского? Я даже на секундочку предположить не могу. Когда вы такое пишете, я повторюсь, вы практически ничем не отличаетесь от тупых русских комментаторов. Ведь вы просто в тупую отрицаете реальность. И вы даже не пытаетесь разобраться в том, что, ну это как бы просто сеттинг. Просто сеттинг. Сеттинг может использоваться. И он же не будет показывать тех же, допустим, русских с хорошей стороны. Он может показать их с плохой. Потому что, ну это просто сеттинг. Я говорил просто о сеттинге. Так что я еще раз повторюсь. Такими комментариями вы просто позоритесь. Вы просто в тупую отрицаете реальность. Отрицаете часть истории. Пускай и плохой, но нашей истории. Ну в общем, конкретно в эту тему я углубляться не буду. Я понимаю, что ненависть к русским у всех зашкаливает. Возможно, кто-то из вас потерял родных, близких. Возможно, кто-то дом. И вы агритесь буквально на каждое хорошее слово в сторону русских. Но это были даже вот нехорошие слова. Ну короче, ладно. Я больше эту тему затрагивать не буду. Просто, ну, как бы люди поспокойнее. Нужно быть поспокойнее. Вот и все. Русофобия как бы оправдана. Но некоторые исключения из правил нужно допускать. Ну и напоследок, давайте я коротко выскажу свое нахрен никому не нужное мнение о том, как закончится эта война и кто победит. Если коротко, то, конечно же, победит Украина. Для того, чтобы это понять, нужно просто посмотреть на все войны последних 100 лет. Например, первая и самая мощная армия в мире в лице США вторгается во Вьетнам. Имеет огромное превосходство во всем. Количество оружия, технологии, огнестрельное оружие, авиация, техника, люди, данные разведки. Да короче, вообще во всем у них 100% превосходство. В то время как американцам противостоят, ну, практически, образно говоря, дикари. У которых нет и половина такой военной мощи, какая есть у американцев. Но они-то воюют на своей земле. Поэтому американцы долгие годы просто равняют всю страну с землей, но никак не могут ее победить. Вследствие чего, они увязли в войне на долгие годы. И в конечном итоге поняли, что совершили ошибку, признали поражение и вывели войска. То же самое практически произошло и в Афганистане. Но в Афганистане обосрались не только американцы, но и Советы. Опять же таки, имея превосходство вообще во всем. Воюя против армии, у которой кроме калашов и гранатометов вообще практически ничего не было. Обосрались на этой войне как американцы, первая армия в мире, так и Советы, вторая армия в мире. Ну или взять, к примеру, вторжение СССР в Финляндию, в которой Совок невероятно жидко обосрался, завоевав лишь 11% территории. Ну короче, разбирать историю можно еще очень долго. Очевидно одно, что агрессоры всегда проигрывали захватнические войны. Имея невероятное превосходство в военной мощи, превосходя противника вообще во всем в разы, страны, которые нападали, надолго застревали в конфликтах, несли огромные потери и в итоге либо признавали поражение и уходили, насовсем выводя свои войска, либо были вынуждены подписать мирные соглашения. И заметьте, все эти войны зачастую велись первыми державами мира против ну очень и очень отсталых государств, у которых на вооружении кроме калашниковых и гранатометов не было практически ничего. Ни техники, ни авиации, ни хорошего противотанкового оружия, да вообще кроме калашов ничего не было и они все равно выигрывали. А сейчас Россия воюет с Украиной, страной, которая и до 24 февраля имела очень мощную армию и множество современного оружия. А на сегодняшний день так и вообще страна получила больше нового оружия, чем успела потерять на войне. Если Россия с каждым днем опускается ниже в списке самых мощных армий мира, теряя в огромном количестве людей технику и авиацию, то Украина наоборот лишь поднимается. Ибо нам регулярно поставляют современное вооружение в лице всего. Артиллерия, тяжелая техника, танки, БТРы, оружие пехоты, джувелины, эндлавы, системы залпового огня, точность которых в разы превосходит российские. Плюс совсем скоро наши пилоты начнут проходить обучение на американских истребителях, которые возможно уже в следующем году окажутся у нас на вооружении. Да и сама Украина лишь наращивает собственное производство оружия. Например, ракеты Нептун уже показали себя, отправив на дно крейсер Москва. И это я молчу про наши стунги, про нашу вербу и про многое другое наше оружие. Так что исход этой войны очевиден. Украина выиграет. Украина уже выиграла, потому что главная цель России для победы это было взятие Киева. Но под Киевом они жестко обосрались и отступили. И отступили они тогда, когда у Украины еще не было ни Химарсов, ни даже немецких галбиц калибра 155 мм и американских галбиц тоже. А сейчас это все есть и этого будет еще больше. Так что уже очевидно, что Киев в России никогда не взять. Ни за три дня, ни за месяц и даже не за год. Так что Украина была, есть и будет. Да, возможно конфликт на какой-то из эстадий будет заморожен. Да, возможно как в случае с Финляндией, какая-то часть территории останется оккупирована на долгое время. Да, возможно и Крым так сразу отвоевать не получится. Но это не будет означать поражение. Посмотрите например на Азербайджан. 30 лет конфликт в Карабахе был заморожен. Долгие годы Азербайджан наращивал мощь и искал мощных союзников в лице Запада и Турции. В то время как Армения, будучи союзником России, лишь деградировала во всех смыслах этого слова. И вот когда Россия ослабла, Армения тоже, а Азербайджан стал мощным военным государством, он просто взял и за пару недель все себе обратно отвоевал. И никто ему даже слова не сказал. Так что может быть в каком-то смысле, если не сейчас, то через много лет, наша война закончится точно так же. Ибо очевидно, что Россия еще долго будет в мировой изоляции. С каждым годом ее мощь будет лишь угасать, а ее опустившийся железный занавес будет лишь укрепляться. И если Россия и русские однажды, имея уже другого правителя, попросятся обратно в цивилизованный мир, они должны будут принять его новые правила и вернуть все оккупированные территории. Ну или же к тому времени, как и Азербайджан, мы легко сможем забрать все территории силой. Но это я так уже конечно забегаю далеко наперед. Это просто поток моих мыслей и не более. Так что не воспринимайте все это сейчас всерьез. Главное во всем этом то, что, повторюсь, мы уже победили. Киев им никогда не взять. Так что Украина была, есть и будет. Да, нам будет тяжело, но мы адаптируемся и справимся со всеми трудностями. Еще, кстати, я могу дополнить свои слова тем, что есть же и множество других вариантов конца войны. Например, Россия может развалиться, как в свое время рухнул совок. Путин может сдохнуть сам по себе и на его место станет куда более адекватный человек. Ну или Путина могут убить и взять власть в свои руки силой. В конце концов, Путин, конечно же, маловероятно, но может принять наши условия, когда поймет, что обосрался окончательно. Еще Россия может капитулировать, если мы вернем все силой сами. Ну или конфликт может быть заморожен в тех границах, которые будут установлены на момент подписания договора. Или он может быть заморожен на границах до 24 февраля. Короче говоря, вариантов завершения этого конфликта очень много. Он может закончиться как сейчас, так и через 10 лет, 20, 30 лет или даже 50 лет. Но не волнуйтесь, это я говорю за конфликты в целом. А активная его фаза точно должна будет закончиться или в конце этого года, или уже в следующем году. Тогда точно будет поспокойнее. Ведь все-таки мы как-то жили 8 лет с войной и при этом даже могли активно развиваться. Итак, друзья, я, наверное, закончил. Писал я этот текст почти 2 дня без перерыва. Озвучивать я буду его очень долго. Потом еще буду очень долго обрабатывать. О боже, какой это будет ад. Но я это сделаю. Я думаю, что до конца дослушает этот подкаст человек, может, 5, если не меньше. Серьезно, если вы вдруг дослушали, то напишите об этом в комментариях. Я буду в шоке. Я бы, конечно, мог продолжить и еще целый час говорить. Ведь мы еще не обсудили, ну, скажем, тупейшие русские аргументы в стиле «Вот, американцам можно, а почему нам нельзя?» Или «НАТО, а НАТО почему-то расширяется на наши границы». И множество других смешных тем и тупейших аргументов. Но вот на это я уже время тратить свое «не хочу и точно не буду». Аргументация русни настолько смешная, настолько абсурдная и тупая, что, ну, это не поддается никакой логике. Так что я уже точно буду заканчивать, друзья. В общем, после всего этого монолога, я думаю, вы меня поняли. Канал продолжит свое развитие в зарубежном направлении, но и, возможно, на нем будут выходить периодически видео на украинском. На этом я с вами прощаюсь. Помогайте УВСУ. Сейчас вся надежда только на наших ребят и на западное вооружение, само собой. Мы должны выстоять и должны победить. Ну, а России и россиянам я желаю либо скорейшего развала, как свое время было с Советским Союзом, либо госпереворота, ну или окончательного железного занавеса, чтобы ничего общего с цивилизованным миром эти дикари не имели и никак не контактировали с нами. На этом уже точно все, друзья. Всем удачи и всем пока.